Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели! Здравствуйте, дорогие зрители! Каждый раз в начале эфира благодарю Бога за эту прекрасную подзвучку, сменившую деревню. Ну что же, я рад, я рад, что она есть! Вот, ну и давайте все откроем видеопоток, если у вас есть такая возможность или такое вот желание. Ссылка на видеопоток летит на главную страницу, и сегодня мы поговорим о такой вещи, как Бетарцк. Вот. Что такое Бетарцк, зачем его проектировать, ну и вообще. Вот. Зачем он нужен, и что мы будем, собственно, делать с Виентом сам Бетарцки. Вот. Так, нам уже кидает цикл передач про самое отвратительное социальное явление о жизни прекрасно. Ох, лол же! Ну, и это тоже будет, но уже не относительно Бетарцка. По крайней мере, я надеюсь, в нашем-то Бетарцке такой хуйни точно не будет. Ну, надеяться, конечно, на это стоит. В общем, я сегодня вам предлагаю немножко помайндмапить, помайндмапить на вопрос и подумать, как мог бы выглядеть Бетарцк, самое лучшее место на Земле. Или не самое лучшее, потому что и рай, и ад мы создаем своими руками. Собственно, главный, наверное, вопрос, касаемый Бетарцка, нахуя? Нахуя это все делать? Также нам подсказывают запили картофельное поле, но это мы сейчас быстренько-то и разметим, что нам стоит запиливать, а что нет. Вот. Значит, значит, у нас есть вот такая вот майндмапа. Ну, и давайте, значит, запилим. Плевое хозяйство. Выращивание картофеля. Есть. Этот город самый лучший город на Земле. Он будто нарисован мелом на стене. Ну, вот и давайте, давайте думать, как вы представляете Бетарцк. Собственно, я хотел бы начать с такого вопроса, нахуй Бетарцк вообще нужен? Бля, это ты это сам уже успел? Ну, на самом деле, это было запилино несколько дней назад, когда из меня вот просто, знаете, надо из головы вот просто дампнуть что-то. Вот. Просто, чтобы оно куда-то вот ушло. Вот, из головы. И вот поэтому я вот несколько дней назад такое вот наделал. Нам пишут, чтобы мамка не ебала. Ну, что же, давайте сделаем такой топик, как мотивация. Куда-нибудь сюда его. И убежище от мамки. Вот. Мотивация Бетарцка, даже так сделаем. Мотивация создания Бетарцка. Это убежище от мамки. Предлагайте свои варианты, ну и так далее. Нам пишут, без фабрики Кошка-девочек твой Бетарцк не очень нужен. Вообще, у нас есть пунктик монетизация. Вот. Я, кстати, думал, неплохо бы завести... Давайте так сделаем. Столярка. сюда как раз детские деревянные игрушки, которые будем прибивать к полу. Вот. Ну и, соответственно, хотя нет, даже отдельным пунктом сделаем это. Вот. выращивание животных. В данном случае я рекомендую, ну, где взять генетику Кошка-девочек, я не знаю, но можно, например, шиншилл. Шиншиллы. Шиншиллы. Это такие маленькие зверьки, из которых можно выделывать мех. В 90-х был настоящий бум по этим шиншиллам, потом все заглохло, видимо, мех мелких грызунов не очень сильно ценится, так что как-то так. Вот. Напишут, убежище от страны, но тут очень хороший момент, в какой стране мы все это будем строить. Вот. Ну, давай добавим. Так, постройка нового, лучшего общества. Тогда сделаем так. Эксперименты с социумом. Новое, лучшее общество. Это уже интересно. Так, монетизация. Можно манить биткоины на солнечной или гидростанции, или на велоэлектростанции. Так, 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 давайте, давайте пойдем, значится, значится, электроэнергия. Это у нас пункт электроэнергии. Значит, гидростанция, если можно, солнечная станция, велотренажер, в принципе, это у нас уже есть, вот, тренажер, генератор, колесо, генератор для этих человек, и факт машина, вот, но мы сейчас как электростанция, и, соответственно, в монетизацию идем, генерирования биткоинов на свободной энергии. Хотя, на самом деле, это крайне невыгодно будет. Пишут мне, что я АЭС забыл, мне подсказывают атомный реактор. Ребята, у вас есть немного урана там, или чего-то такого? Если есть, я сейчас добавлю сюда свою АЭС. Дело в том, что гидростанцию и солнечную станцию мы реально можем запилить своими силами. А, еще ветрогенератор давайте добавим. Ветрогенератор, ну, есть, соответственно, дизель. Дизель генератор. Все это вполне себе можно сделать. радиочую АЭС. Люто бешено. У меня есть. Где, где, где? Где ее купить, где ее достать? Расскажи, давай. Вот. Так, что тут нам пишут еще? Картофель в обмен... Ну, это уже, скажем так, бизнес идеи. Что, чем ты будешь картофелем заниматься это уже неважно. Так, продажа картошки. Так, так, вот смотрю на все эти бесполезные рядовому сочудил дачные туалеты для трансиков, на эти дроны для патрулей, мини-отели, и я вот как-то сразу понимаю, что это Бетарск начальника. То есть, грубо говоря, церковь увеселительный Диснейленд, а не мой Бетарск. Так, отлично! Чтобы это был твой или мой Бетарск, давай как-то выработаем критерии, и, возможно, здесь даже сделаем несколько вариантов, ветвей. Бетарск начальника, твой Бетарск, и Бетарск еще кого-то. Что касается бесполезной рядовому сычу делдачные, ну, и туалеты для трансиков, может быть, он трансик, и ему как раз нужно вот использовать делдак, кто знает. Вообще, это создание социума, а в социуме, знаешь, люди разные, у каждого есть свои недостатки, скажем так, ну, могут быть особенности, и надо учиться принимать других людей такими, какие они есть. Так, нужно запилить питомник по разведению кошек и собак. У каждого питомника должен быть как минимум один кот. Окей! Питомник кошек, питомник собак. есть! Даже так запишем. Есть! Значит, что у нас дальше? Заглохло потому, что шиншиллы кончились, а так-то шубы и шиншилл только подорожали. Отлично! Вот у нас бизнес-план замечательный. я предлагал концепцию еда и кров в обмен на кот, но сломался на момент определения количества вклада индивида в общую продукцию. Так, это уже, наверное, будет экономическая модель. Вот, я бы сделал основные ветви экономики и юриспруденция социум потребностей. Окей! Делаем! Значит, экономика экономика так куда? Так, экономика юриспруденция вот, так, что там у нас было? Социум так, потребности так, и еда и кровь в обмен. Так, это в эксперименты пойдет. еда и кровь в обмен на код. Вот, а вклад можно прямой прибылью определять. То есть, ты запилил кусок говна, который успешно кому-то продали, и, соответственно, получили деньги. Вот прибыль. Другой кто-то ломал, ломал голову, запилил нейросеть, которая нашла лекарство от рака, но лекарство естественно не пошло в продажу, его не сумели там зарегистрировать как-то. В общем, люди спасены, человечество счастливо, но вклад такого человека не монетизировал, соответственно, нулевой. Ну, как-то так. Так, а заведения с женщинами легкого поведения будут? Конечно же. Так, давайте так, жилье. Собственно, у нас делдачная есть. Я не знаю. Давай, давай, наверное, шлюшная. Так. Возможно, избыток тян не нужны. Ну, как-то так. В экономику внутренняя и внешняя. Кстати, очень правильно. Внутренняя, внешняя. Так, отлично. Шлюшная. До свидания, пишут нам некоторые сразу. Ты так говоришь, что... Ну, нет, погоди, но ведь представь, что мы курятник построим. А курятник, например, вонять будет, еще похуже, чем шлюшная. Что плохого, я не понимаю. Я, честно говоря, к шлюшной тоже так вот скептически отношусь. Но народу надо. так я сам вот не я сам не из этих. Так. Какое нахуй новое общество? Даже буржуйку на кухне не придумал. Так, отлично. Электроэнергия. Тогда уж надо сделать так. Потребность. Это мы сразу кидаем в потребности. обогрев. Буржуйка на кухню. Так. Или, как она называется? Ну, по идее, так и оставим. Буржуйка. И здесь у нас кухня. Если у нас в принципе кирпичная печка есть, но буржуйка. Так что у нас все в принципе уже описано даже было. Так. Если будет велостанция, то город будет зваться Теречевск, а мэр Виталик. Так. Вело... Так. Это сделаем так. Велостанция. имени Виталика. Так. Что-то нам пишут еще. Майндс, биткоины велоэлектростанции. И ебать этим же током плохо педалищих педали. Так. Отлично. У нас все предусмотрено. проекты проекта. Создание велогенератора, который ебашит током тех, кто плохо педалирует. Так. Отлично. Далее, что тут нам написали Ещё надо запилить своё ополчение Так как надо защищаться от набегов ерох и быдлов Соответственно, нужна токарка и кузница Чтобы точить стволы и ковать топоры Так, значится безопасность Значится лично... Так, наверное... Наверное... Как бы... Ну ладно, так и назовём Внутренние войска Вот Так у нас есть... Значит... Так Значит... Давайте это всё в хакспейс кидать Токарка Потому что это у нас будет всё хакспейс И куз... Кузница Это у нас будет часть хакспейса Так... Значит... В кузнице мы будем ковать топоры Ну и, наверное, можно делать плуги Так... В токарке Точить стволы Так... Уже интересно Мне, честно говоря, уже страшновато становится писать этот майндмап, но... Вот... Всё... 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 Всё нужно Так... Нам предлагают терморектальный генератор В принципе... Можно запилить генерацию энергию на паэрокпельтье Но... КПД там низкий Так... Где это уже мои вопросы? Что-то добавляй Окей Так... Дизель генератор Нерентабельно Вычёркивай Так... Тогда мы сделаем... Так... Нерентабельно На... Случай... А... 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 Ну и, я думаю, нужны... А... Кластер... Аккумуляторов На всём этом Так... Твой бетаерк! Всё х%йня, Миша Давай поново Или не давай Потому, что один Миша уже попробовал сначала Ну вот и мы попробуем Размеры... Эээ... Бетерк'а... Изначально я хочу купить 10 гектар Маленькую, маленькую такую ... Эээ... Кэмуну сделать Эээ! Всего лишь 10 гектар Я понимаю, что 10 гектар то очень мало, но... Так, нам подсказывают, что у меня неправильно написано. Это не Хакспейс, а Воркшоп. Вообще-то, мы запишем так. Воркшоп. Потому что у нас будет сортов коммунизм, поэтому и Хакспейс, и Воркшоп у нас будет сортов одно и то же. Так, созданием социума создаются уже при каком-никаком уровне жизни, стабильности выживания. А до той поры у вас даже воды не будет, потому что скважины я в списке не вижу, а пить из-под крана не буду. Пить из-под крана ты не будешь по одной простой причине, потому что крана нет. Вот, и здесь мы вода. Создание скважин, создание трубопровода. Ну и, в принципе, тогда сразу идёт канализация. Потому что без канализации. Если у нас есть подвод воды, то нам нужен и отвод воды. Так, питомник. Так, общую концепцию огласи. Если она есть, конечно. Какова идея предприятия, что позволит ему существовать, не разваливаясь? Ну, собственно, вот эта вот мотивация, это как раз мы и должны выяснить. Нахуй это всё надо. Общая концепция в том, что тысячи бетардов съезжаются на маленький островок и живут там сами по себе. У них счастье, радость. Но мы пока не совсем поняли, зачем они туда поедут. Нужна какая-то мотивация. Кроме того, поскольку всё это, как бы, добро явно будет стоить денег, у меня есть такая идея. Каждый, кто приезжает к нам, оформляет кредит на 10 миллионов рублей. Ну, не меньше. Под сельхознужды. Под сельхознужды сейчас дают кредиты по 5%. Это, считай, задарма. Вот, в общем, 10 миллионов на 10 лет. Как-то так. И, соответственно, если ты приезжаешь к нам, то вот 10 миллионов вносишь в общую казну. И мы покупаем и доильные аппараты, и факт-машины, и занимаемся генетическими исследованиями. И, конечно же, строим статуи, ну, кого-нибудь. На фотонном принтере, разумеется. Так. Еда и кров в обмен на кровь программистов. Еда и кров в обмен на кровь программистов. Вообще, тут была шутка о том, что надо бы запилить свою религию. Так что, вполне возможно, что придется запилить своего бога крови. Потому что, как иначе, люди будут финансировать наше безобразие. Какой смысл вообще приезжать? Вот. А, вот нам предлагают сделать веточку. Еда и кров в обмен на... На коды. Угу. Блин. Вот как-то так. Я хочу, чтобы в моем битарске еще при входе срабатывал датчик из широких темных склепов. Так. Нам нужны широкие темные склепы. Секундочку. Это к жилье относится, да? Широкие и темные склепы. Так. Из широких темных склепов разносилась громогласная... Я вас не звал! Идите нахуй! Голосом бога крови. Это мы идем в безопасность. Громогласная... Я вас не звал. Идите нахуй голосом бога крови при приближении чужаков. Так. Все. Это у нас идет в безопасность. Так. Значит, так. Ну, теперь раскидываем в основные ветви уже имеющиеся. Окей. Сейчас попробуем. Значит, безопасность – это то, что нам потребности. Так. А монетизация – это мы кидаем в экономику. Во внешнюю причем. Так. Вот это вот куда? Потребности, социум, юриспруденция. Наверное, все-таки в производство. Давайте сделаем так. Производство. Производство – наша цель. Так. Так. Значит, школа, детсад. Это у нас в потребности пойдет. Потому, что повышение квалификации рабочих. Значит, что еще? Выращивание личинок. Об этом надо думать. Извините. Вот так. Коптильня. У меня изначально коптильня была рядом с детским садом. Ну, вы понимаете. Так. Хакспейс-воркшоп. Склады. Склады, я думаю, это можно в потребности кинуть. Как, собственно, и жилье. Вот. Хотя не очень уверен, что все так правильно. Тем более у нас социум пустой. Юриспруденция пустая. Экономика у нас какая-то перегруженная. Вот. А вот эти два пункта я даже не знаю, куда засунуть. Так. Что там пишут еще? Давайте просто скинемся и вместо Бетарска закажем Марию с борщом и Руслан с помпушками. Я не совсем понимаю, что такое Мрия и Руслан с помпушками. Но Бетарск – это вот то, о чем мечтали миллионы. Так. Безденежная и бестоварная коммуна с отделом внешних Канонических осношений. Как ты и написал. Так. Я готов жить с курами. Так. А у нас курятник-то есть? Так. Жилье. Место для персонала, который предпочитает жить с курами. Так. Все учтено. Так. Убирай буржуйки. В новом городе должно быть центральное отопление. Ну, центральное отопление – это дорого, я так думаю. Хотя вот идея о котельной мне вот уже была. Так. Голос на один-два тонны выше обычной. Я уже поехал. Да, так и есть. У нас будет Теречевск. Как в сигнале СОС все будут обходить стороной. Теречевск, как в сигнале СОС. Так. Нужна чистая вода. Самого сильного отправим в пустоши за ГЭКККом. Слушайте, я не знаю, что такое ГЭКК и что за пустоши. Вот. Но вода у нас есть. Даже так. Вода питьевая. Потому что это основная вещь. У нас вот есть жилье. В комнатах каждому гарантируется кровать, вентиляция, холодная вода, низкого давления, локальные сети, низковольтное питание для освещения. Так. Ебать током за плохое педалирование. Тратить электричество на сумасбродных извращенцев? Ты в первый же день все аккумуляторы посадишь. Ээээ. Так. Отлично. Ээээ. Так. Где у нас? Эээ. Так. Ммм. Предусмотреть максимальный расход электричества. На, 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 для случаев с извращенцами. Так. Значит, так. Как границы делать будем? Огромные каменные стены с фотополимерной полупрозрачной крышей? Границы чего? Границы участка мы будем делать по GPS. Потому что, ну, там всякие заборы городить это сложно. Если говорить о постройках, я думал купить строительный 3D принтер. Ну, вот. Как-то так. Ээээ. Нет. Никаких топоров в куринице мы будем огранять говно. Так. Эээ. О-о-го-ра-ня-ть-говно. Так. Сделай ветвь здания. Окей. Тогда. Пускай будет. Здание. Я лучше скажу так. Постройки. Постройки. И тогда мы... Вот это сюда. Значит, это тоже сюда. И это тоже сюда. Так. Так. Ну, вроде бы все правильно. Так. Ээээ... Да. А в здание добавь изекурат штук 10. Я не знаю, что это такое, но... Ладно. Так. Нам нужен... 10 штук. Так. Кстати, здесь же у нас где-то была вышка с самострелом. Вот. Ну, мы ее сюда же в безопасности и оставим. И добавим сюда в здание. Вышка с самострелом. Так. Не проще в Майнкрафт на неделю. Какой смысл в Майнкрафте на неделю? Непонятно. Нужна луркотека для хранения знаний. Это называется серверная. Создание... Не так. Процессинг видасиков для киностудии. Так. Не надо ничего покупать. В любую заброшенную деревню заселяйся и живи. В любой заброшенной деревне нету роботов для доения. В любой заброшенной деревне нету охранных вышек с самострелами. В общем, да и местное население там может прийти пограбить. Не. Так. Кластер аккумуляторов это здорово. Не забудь маховик для понижения, чтобы трансформаторы не погорели. Маховик всего пару десятков миллионов рублей стоит. Уложимся в бюджет с пары шуб. Ты знаешь, вот у меня в городе есть лэп. У меня в городе есть понижающие трансформаторы. Есть, как называется, сити кабинет. Я не знаю, как это на русском. Вот. А вот маховиков в городе я у себя не видел. Так. Кран как раз есть. Я думаю, он туда первый заселится. Не совсем понятно, о каком кране идет речь. Про чистую воду сразу написал. Нужен гэкэк. Что такое гэкэк? Я думал разделять всех сочи по группам интересов. А внутри групп по прокачке. Так. Отлично. Вот у нас есть и, наконец-то, социум. Разделение обитателей по группам интересов. Еее! Наконец-то мы открыли ветвь социум. Еее! Еее! Так. А внутри групп по прокачке. Разделение по прокачке скиллов. Наверное, так. Ну, привычная система джуниоров, мидлов, пидов. Но тут вопрос мотивации меня опять как-то подкосил. Опять же, разделение по способностям в бесклассовом обществе идет ни хуя не к добру. Так. Но если у тебя разделение, то общество уже не бесклассовое. Так. Готовь свой анус к сектам синидневок. А это плохо или хорошо? Я не очень понимаю. Физлицу никто не даст только. Открыть ИП у Питурда ума не хватит. Отлично! Вот мы и сделаем производство. Значит, с юридическими услугами будем рассказывать, как стать ИП и получить 10 лямов. Все! Каждую проблему можно преобразовать в возможность. Я тебе умоляю, какие рубли? Только доллар. Нужна своя валюта еще, чтобы цену для своих и приезжих разделять. Так. Тогда это... Я даже не знаю, куда пойдет... Куда это пойдет? Внутренняя. Внутренняя экономика. Своя собственная валюта. Так, есть своя собственная валюта. Так, что тут еще нам надо? А в 100 тысяч человек никак нельзя уложиться? Конечно, можно в 100 тысяч человек, но мало. Зачем в 100 тысяч человек, если можно 10 миллионов взять? Вообще, можно уложиться-то, в принципе, и бесплатно. Но, повторяюсь, зачем, когда каждый может взять кредит на 10 лямов? А? А на 10 лямов, если хотя бы будет 10 человек, это будет 100 лямов. На 100 лямов мы построим роботизированную ферму с автоотсосами и шлюхами. Так что... Точнее, робо-шлюхами. Так, религия, церковь Петросяна или же церковь Теречи? Ммм... Так. Рели... ...гия... ...церковь... ...Петросяна... ...Церковь Теречи. Так, формат кредит. Так это паевая система, колхоз. В принципе, неплохо в случае широких интересов приехавших анонщиков. А они, кстати, будут. Но ведь так не бывает, что один врач, второй механик, третий администратор. Бывает, я начальник, вот, а вы все говно и должны платить. Ну, как-то так. Мне вот норм. Подсказывает, что производство – это внутренняя экономика. Так, спасибо. Так, производство – это внутренняя экономика. Спасибо. Так, религия, церковь, святой, мяты. Так, есть, значится, графа униформы. Все обязаны ходить в масках, пиджаках и использовать войс-ченджеры. Так, это у нас, видимо, в социуме пойдет. Униформа. Хождение в масках. Так, это самое. Пиджаки. Так, есть, значится, в школу Коза. Что такое Коза, я не понимаю. Повышение квалификации школьников до уровня Джуна Джава. Практика написания мода на Майнкрафт. Так, где у нас школы-то? Так. Я не помню, где у нас школа. Ага, да, 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 да. Так, 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 так. Так. Эм... 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 Ой. Так, эм... А ты помнишь тот эфир Анона из Комуна, которая была очень похожа на фейк, поскольку уж слишком хороша, чтобы быть правдой? Конечно, помню. Так, в производстве продажа модов другим более школьникам. Так, производство, это у нас экономика. Так. Так, стоп, это иногда уж юридические услуги пойдет, наверное, в монетизацию. Вот. И сюда же продажа модов на Майнкрафт другим школьникам. А, нет, другим более школьникам. Так, необязательно можно регистрироваться как аноним аватарка Камвхора. Неймфаг. Социум. Роль. Олдфаг. Аватарка. Камвхора. Неймфаг. Так. Какой нахуй детсад? Вы ебанулись. У однополых не бывает детей. А, нончик, а ты знаешь, что на усыновленных детей из приюта государство ежемесячно выплачивает денег? Причем не кисло так выплачивает денег. Наберем так человек пятьдесят детей. Ну, каждый возьмет по пять человек. Десять человек уже пятьдесят. Уже сразу заживем. Вот и необходимость в детском саду. Что, блядь, не так? Ты просто не понимаешь, что детский сад это бизнес. Нам нужно будет производить бизнес для того, чтобы можно было выжить. Собственно, в монетизацию. во внешнюю. Мы можем также предоставление услуга детсада. Так что... Пожарную охрану забыл. Сгорим же в великом пожаре. В безопасность запихни. Так. Где у нас безопасность? Пожарная часть. Так. Радиачу Руслан с пампушками и борщом. Я не знаю, что это и куда это писать. Я, наверное, не факт. Добавь графу рабочие места в социум. Так. Рабочие. Так. 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 Почему-то я проиграл в коптильне в производстве. А что? Коптильня нужна для того, чтобы производить, как из столярка. Короче, для первого времени нам потребуется в армейской полевая кухня. Грузовик КАМАЗ, трехосный, палатка на 40 человек, пару печек, 3-4 тонны руфов, прессованные опилки, а также минимум недельный запас сухпайков на случай пиздеца и медикаменты. Так. Наверное, нужно сюда добавить расходные материалы в потребности. Расходные материалы. Так. Расходные материалы. Это у нас будет значиться медикаменты. Так. Так. Прессованные опилки. 3-4 тонны. Так. Недельный запас сухпайков. Так. Далее нам, наверное, нужно на потребности... Сделаем так. Время выроста при становлении коммуны. Значит, здесь нам нужно будет палатка на 40 человек. Так. ЭМИ. ЭМИ. СК. ЭМИ. ЭМИ. Кухня. Я, кстати, смотрел, чем солдат кормят. ЭМИ. ЭМИ. Грузовик КАМАЗ. ЭМИ. так палатка есть запас так вроде бы все записал какие могут быть куры где экономическая модель ёпта анончик а куры размножаются сами по себе жрут чё найдут ну а потом кур жрешь ты зачем экономическая модель непонятно но если чё вот пиши мы сейчас все это впишем так нам требуется очистка воды так высокотехнологическое оборудование чистка воды так необходимо плантация а нет таких вещей мы делать не будем индивидуальное отопление намного экономичнее централизованное учтите это тем более что печку то построить может каждый вот централизованное отопление как сложно строить предлагаю запилить стадии развития битаянская кстати да давайте вот это пойдет вот сюда стадии даже можно найти отдельную ветку сделать стадии развития вот чем мы могли бы стать ну и вообще так граница битаянская что граница битаянская а кто готовить еду будет может создать изолированное место для мамок давайте так значит рабочие места нам нужен повар пекарь вот значится так с этим все понятно так а если мамок вписывать то смысл битаянская хотя хотя если у нас есть детский сад то автоматически будут мамки знаете что давайте сделаем так выселки для мамок для провинившихся работников ну как то так выселки значится вам принципиально с чисто поле просто есть готовые решения за недорого огласи готовые решения мы их сейчас впишем вот и и вообще так у нас есть личный пекарь это да стирать вещи так стирать вещи значится нам нужны робо-прачки стиральные машины так с этим все понятно медпункт школы и шлюшечные из жилья в жилье планировка типового жилища я не понял а медпункт школы и шлюшечные куда куда их засунуть в постройки давай так метод шлюшечные тогда и души и туалеты и кухни придется так ладно давайте тогда шлюшечные пункт и школы а школу нас а так отдельно в постройках так так планировка типового жилища так вот это наверно планировка типового жилища так вышка с самострелом это как в сталкере а у нас будет подземелье с бюрерами и кровосисями ах да шлюшная насчет бюреров и кровосись не знаю а вышка с самострелом ну вот смотри приближается противник мы его засекли и вылетает дрон чтобы посмотреть кто попутно в больших вот на темных склепах раздается звук идите нахуй если человек не останавливается автоматическая вот автоматический самострел на вышках на наводится и стреляет в обидчика например яйцами ну как то так или чем то еще в качестве я кстати этот вопрос самострелом уже продумал не его можно реализовать на ардуино и парочки серво двигателей sg90 а в качестве и x y наведения это будут играть роль сервы sg90 не стоит по 50 рублей а в качестве пускового механизма можно сделать небольшую как это называется с пружинкой такая хуйня в старину камнями кидались большими такими блять склероз я забываю простые слова ну как называется вещь когда вот туда кладется большой большой камень гигантский такой валун вот натягивается веревочка так идите и потом перерезается и камешек летит метров настой пробивает какую-нибудь стену в замке как это хуйня катапульта да вот мы берем эту катапульту значится заряжая в нее какой-то боеприпас например яйца и вот уже с помощью sg90 и arduino вот мы наводим цель которую нам указывает коптер и собственно прицельно струляем как-то так примерно так это и будет работать стены и зарабиться с проволокой колючей зачем нам это зачем нужно для чего я пока не понимаю так если во главу угла оставить сельское хозяйство то постройки лучше делать мобильными переезжая время от времени к месту обработки сельхоз культур готовое решение городок из морских контейнеров тут собственно какая проблема землю в этой стране можно купить за недорого но только под сельхоз назначения так и кота пульту чтобы плохих котов и кота девок выкидывать так значится готовые решение кстати давайте подумаем что у нас есть готовые решения сюда это у нас городок из морских контейнеров также можно в качестве заготовые решения записать заброшенная деревня так двочую загон с мамками оттуда должно торчать два мешка для борщей и для денег генерация того и другого осуществляется принесением одного из нас туда в качестве жертвы ну ты знаешь борщи мы можем делать на кухне вот у нас есть постройка кухни так а ну в принципе даже в каждой в каждом здании у нас есть своя кухня вот это на каждое здание своя кухня вот так что ну вот с борщами вопрос так генератор борщей вот генер с генерацией денег в этой стране немножко сложно тем более зачем у нас все будет в электронном обороте у нас живут своя внутренняя валюта так ясен хуй что ты не видел маховиков в городе они на станциях располагаются тем более если у нас а серверное с хранилищем дадом туда точно нужен маховик анончик не знаю я таких вот лэп у нас есть лэп видел понижающие трансформаторы видел маховиков нет так заброшенная так заброшенная военная часть так отлично и градирню добавь и холодильник в серверную так про маховики дизельные динамические источники бесперебойного питания db и bp компании пиллер power systems германия исключительно надежное современное решение для бесперебойного энергоснабжения бизнес систем и технологических процессов которые позволяют не зависит от сбоев в питающей энергосети так ну куда вставлять градирную и маховики я не знаю вот холодильник в серверную это нам надо так где у нас серверная система охлаждения так открытию мы и по ума не хватит открыть хватит а вот закрыть ну там через 10 лет чего только не будет кредит на 10 лямов может взять далеко не каждый почему расскажи мы все расскажем покажем бетарду как брать кредит как на него открывать ип мы ему предоставим бухгалтера ну как-то так так у меня по юридическим моментам вопросики нужно делать бетарск там где нет никаких законов и никто не найдет африка север южная америка для того чтобы админы могли делать любые сайты хостя на серверах любую информацию и своя магистраль и доменная зона ну смотри насчет того что по юридическим моментам вопросики где нет никаких законов если делать бетарск там где нет никаких законов но в принципе это какое-нибудь лесо то сойдет но там уровень жизни во первых не очень ну и билет дотудова как-то будет стоить дороговато это раз если никто не найдет остается наверное только сибирь и сахара но плодородные земли и земледелие крайне рискованно в таких местах так что африка африка вообще достаточно населена вот скорее скорее только сибирь остается ну и дальний восток где дают бесплатно по одному гектару вот что касается своей магистрали своя доменная зона ну это придется регистрировать а так придется чтобы тебя кто-то находил в общем противопоставляющие параграфы взаимоисключающие в одном предложении не понял где церковь бога крови в религии так где у нас значится религия церковь бога крови так все есть храм михаэля спасителя смотрите мы будем самый воодушевленный коммунный храм михаэля спасителя так религия церковь святого далматинца ой так что там пишут внутренняя валюта но зачем а если вообще использовать деньги но зачем то можно вполне обойтись и внешними анончик внутренние валюты ты можешь во первых или свободно имитировать выпускать их то бишь ты можешь не бояться инфляции самое главное ты можешь устанавливать курс внутренней валюты к внешней валюте как то так как называется эта программа мы извращаемся в x mind это x mind 6 кажется да посмотрим да это x mind 6 версии 353 2015 года далее x mind стал полным говном так можно будет ходить голым так социум униформа можно ходить голым так протестую в битарске невозможен дианон ходить в масках это тоталитаризм это тоталитаризм может тогда это будут разные вещи михаил не спасительный развратник и еретик по нему плохо плачет ну что есть чего отталкиваемся религия ебанутые что ли понимаешь вся наша скажем так задумка все наше предприятие может держаться только на религии думаю нужно не по интересам по характерам разбивать чтобы конфликтов не было так значит тогда добавим давай такой план как сегре га ция вот сегрегация мы вот уже дошли до сегрегация разделение по характерам так так разделение по характерам противодействие конфликтам так мы дошли до сегрегации самое вот нужное можно сказать школа полис школы и детские сады у нас уже запланированы в дресс-код добавь идентификацию по цветам штанов так идентификация по количеству полосок этим будет заниматься не растить а малиновых пиджаков должна стреливать автовышка так безопасность так где у нас безопасность так отстрел малиновых пиджаков автоматически так значится но я предлагаю сделать упростить идентификация по выживленному микро чипу так экономика вещание на фэм во внешнем мир с рекламой так чтобы конфликтов не было курсы соционики так значится школы где у нас школы курсы соционики так занятия спортом настольный теннис плойка и xbox так мы кстати спортом не занимаемся нас как бы этого нет но куда бы нам добавить тренажерная делдачная настольный теннис плойка бокс так отдельные цены для приезжих чтобы не задерживались без дела так 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 нужна зеленая зона с лесопарками балками для прогулок и отдыха так зеленая зона лесопарки лавочки вот правда не очень понятно разрешат ли тебе это строить на сельхоз земле вот ну ладно так ангонимусы они алтфаги алтфаги то те кто раньше приехали не понял ну ладно нужна биржа и боржа процент непонятно куда это совать и зачем детский сад как бизнес это ты у цыган идею спиздил они так в гейропах живут так монетизация так значит сам так как там было у нас так это 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 как у цыган так все есть возьмем штук пятьдесят детей повелитель мух читал нет энергетика подхертная тепловая электростанция уже шутили про это нужны горы кавказа для серфинга лыж и дроча бейс джампинга и прочей хуйни нет горы кавказа мы пока купить не можем так недельный запас чистых трусов так 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 потребности недельный запас чистых трусов так будем кстати трусы бесплатно выдавать кур надо зерном кормить и насесты делать и от ли защищать курятники ну начинай ты вот уже разбираешься нужен бойлер бойлер уже есть чтобы душ можно было принимать хотя бы три душевых а срать я предпочитаю натурально ну здесь все это есть так для мамок и провинившихся объединить ну почему для мамок и отдельно робот повар робот фермер робот слесарь робот сантехник робот охранник робот врач робот долбает ну все правильно предлагаю запилить ветку инфраструктура принеси сюда все необходимое а что именно в инфраструктуру запилить а то мы сейчас здание начнем в инфраструктуру перетаскивать нам требуется источник доходов блять это пункт монетизация причем в самую первую очередь сильно заранее воды куры и отопления требуется группа анонов мониторящая ленты потенциальные заказы круглосуточные так значится внешняя экономика группа мониторящих заказы круглосуточно эксперты по тендерам эксперты по а ну это все одно по тендерам гос за куком так есть так не знаю зачем нам присылают ссылки я их все равно не открываю так для мамок выселки и выблитки так их просто просто постройки а я сварю двухэтажные нары и столы но нужно железо и сварочник и краска с деревом значит так у нас есть хакспейс сварочный аппарат у нас уже есть железо и краска с деревом это потребности железо древесина краска по дереву я так понимаю так короче границы бетарск чтобы нас не захватили стены потолок пограничники вахта у нас же есть безопасность и для этого есть дрон для патруля огнеметы внутренние войска вышка с самострелом и даже пожарная часть а зачем нам сетка рабится я не знаю так так слышь бля я тебе за кого-то девок ебало сломаю вот уже первые конфликты нам нужно какой-то психиатр чтобы разруливать конфликты которые могут возникнуть в нашем поселении то уже поселение еще нету а уже кто-то кому-то хочет ебало сломать осторожно так домики из морг контейнеров не конфликтуют с сельхозом отлично посмотри сип панель из них хуярится любой дом за три месяца блять за три месяца там сдохнешь тогда уж надо строить из газика так родиво-радиво там кроме обновился мимо адепт спасибо а законодательство нужно ну наверное да потому что тут у нас есть такой пункт как юриспруденция и он до сих пор не распечатан фонд загон для мамок у меня от этого чешская изба ебальня во, реквестирую избу ебальню все как в том вестачке Я, Нанечка, не знаю, что такое тот видасик. Вот. Но у нас есть шлюшная. Так что... Так. Мне уже пора, и я опаздываю, но специально даже цвет отцепил, чтобы послать тебя нахуй. Не знаю. К чему это было? Компактный борщ и генератор, сокращенно КГБ. Так. Компактный генератор борщей. КГБ. Так. Концепция общественной кухни. Пользоваться можно только при условии, что будет приготовлено для нескольких человек. Нужно, чтобы не было очередей в общественную кухню и решилась проблема поваров. Чтобы была мотивация. Можно платить кармой и внутренней валютой. Так. У меня кончилась вода. И это плохо. Но мы идем в концепции. Так. Точнее, даже, наверное, не в концепции. В юриспруденцию. Распакуем. Готовить на кухне можно только для нескольких человек сразу. В избежании очередей и мотивации готовки для всех. Оплата кармы и внутренней валютой. Так. Наверное, как-то так. Значит, ГКК нам поможет. И вообще, гидропоника. А ну, не знаешь, что такое ГКК? Расскажи мне. Компания Mozilla. Так. Понятно. Так. На юге Сибири, кстати, староверы вполне себе живут спокойно своими бетерцками. Чужих не пускают. От людей бегут, берут только соль и специи. Остальное выращивают и делают сами. Так. Значит, это можно... Селенья староверов на югах Сибири. Так. Постройки лучше делать мобильными. Нам нужен свой монгол в социуме. Так. Ну, смотри. Есть государственные магистрали, которые юридически принадлежат государству. Вот и нам такое нужно, чтобы интернет был свой и не пиздился с соседних государств. Ананчик. Всю с интернета как раз в том, что он глобальный. Один и неделим. Так. У них там города целые. И как только люди подходят близко и обживаться, начинают бросают хутора. И сжигая их, уходят дальше. О, отлично. Храм Михаэля в церковь Мяты. Так. Как у нас все сложно... С религией-то все. Так. Добавь валюту на блокчейне. Зачем? Хотя... Так, у нас, например, до десятых годов не было своего интернета. Пиздили у вас хохлов и пшеков. Ну, норм. По нему плохо плачет. Сначала отрубить голос, потом ему молиться. Кстати, о лесопарках нужны хорошие дороги для велосипедов. И бесплатные хорошие велосипеды. Не лошадей же разводить. Значится так. Велосипедные дорожки. Значится... Ароматические лампы. Значится... Колоночки с релаксирующими бинауральными звуками. Блядь, вокруг меня прилетает какая-то дрянь. Значит, что нам еще нужно, значится... Раздаточный материал, наверное. Или что? Значит, совпроизводство. Так. Так, 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 так. Значит, сам... Так. Я уже в собственном майндмапе путаюсь. Так. 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 Так, стоп. Я что-то потерял. Пацаны, я потерялся немножко. Так. Так. Или у меня пропали огромные ветки. Так. Блядь, у меня пропали огромные ветки. А нет. Выращивание лошадей. Выращивание пони для прогулок. Производство бесплатных велосипедов для населения. Во! Как-то так. Стимул у нас можно скрываться от армии. Так. Ну, в общем-то, одно и то же. Реквестирую расовую сегрегацию. А как именно? Так. У тебя есть раздел с интернетами. Впили туда межнет на говно-роутерах. Так. Хотя зачем? Каждый может поставить себе роутер сам. Зачем нам это делать глобально? переименую сегрегацию а на что? Еще я бы порассмотрил вариант со списанным круизным лайнером на стоянке в нейтральных водах неподалеку от порта развитой страны. Но это уже не по моим деньгам, даже и в мечтах. Корабель можно сделать свободным дата-центром без ограничений. Ну и этим жить. так... Списанный круизный лайнер в нейтральных водах. Неподалеку от разве этой страны. Так. Должна быть возможность создания автономного Бетарцка в Бетарцке с потенциальной независимостью в составе Бетарцка. То ли это в социум засунуть, то ли в сегрегацию. как-то так. Так. Рядом с Мишнетом в пещере нет Сукуку. Так. Так-так-так-так-так-так. А турели будут? Да. А с некончающимися патронами? Нет. К сожалению, некончающихся патронов у нас нету. Роль аватарка. Аватарка мечтать людей, ходящих без масок. Так. Считать людей, ходящих без масок. Так. Нужна экономическая система из флешмоб террора, чтобы минимум для жизни был бесплатен всем. А вот для повышения уровня жизни нужно что-то делать для других. Бесплатный минимум для всех. Платные привилегии. Заработанные деньги бонусы не списываются со счета. Тогда нам нужны еще и значит с возможность отсудить внутренние внутренние бонусы у других участников. Судебное производство. И нам нужны так это медицину моральный травмопункт. Нам понадобится чтобы сначала обратиться в моральный травмопункт и потом можно было отсуживать бонусы. Так. Это комфор подскажет аватарок маски каштомные. Так. Окей. Где у нас это в комфоры каштомные маски. Ну или бейджики хотя бы. так. Значит так. Спорт тренажерная делдачная это в рекреацию. Так. Тогда шлюшная идет и шлюшная идет в декреацию. Так. Где у нас и тренажерная делдачная тоже идет сюда. Спасибо. Идентификация по полоскам. Внутренняя валюта с курсом к внешней. Больше заняться нечем. Ну видимо раз люди спрашивают значит этим надо заниматься. За свою валюту ебут. Так что электронные учетные книжки электронные деньги. Назовем это так. Значит валюта бонусы. У нас будут бонусы. Так. речки чтобы можно было ловить рыбу и шашлыки. Пешочком дойдешь до ближайшей речки в ста километрах. Пожалуйста срочно вернитесь на родную планету. Нахуй! Ааааааааа хуй выгляди! Так цыган иди нохуй мудень ибанный. Так да убери сегрегацию или конфликты оставь, а способности в работу. Блядь. А как убрать сегрегацию? Так, способности в работу. Сегрегация. Сегрегация, она и есть сегрегация. Ну ладно. Куда я могу это разделить? Разделение обитателей по группам интересов. Ну а как, блядь, я не знаю, как это разрулить. Сегрегация, она и есть. Или конфликты, оставив способности в работу. Если, например, создание независимого битарска от битарска еще можно в юриспруденцию засунуть, то вот это вот... А! Знаю. Заменим само слово. Сегрегация на социальный рейтинг. Во! Хо-хо! Что, в общем-то, одно и то же. Трусы могут быть обычные, могут быть поношенные женские, чтобы надевать на голову. м-м-м-м-м-м... Так. 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 От лис защищать курятники. Турели уже есть. Пусть хики ездят в избушках на гусеницах. Осталось понять, где их закупить. Тогда уж и цыган и медведя выигрывшего. Так. Так. Это самое, где у нас монетизация. Хотя, зачем нам медведь? Непонятно. Придется сову потом запилить еще. Так. Вы построили совок 2.0. Общество должно быть максимально свободным. Хочешь тропу и хочешь молись сатане. А вы тут концлагерь какой-то запилили. Всю униформу надо выпилить. А у вас нужен адрес, чтобы получать посылки. Посылки. Так. Адрес для получения посылок. Это уже, кстати, надо регистрироваться будет как-то. А так, в принципе, у нас тоже все свободно. Вон у нас религии только 5 штук. Есть униформа. Но можно ходить голым. Так что, не знаю, что тебе не нравится. Качалка делдачная доильный аппарат. Доильный аппарат у нас как бы... Ну, в принципе, у нас доильный аппарат и так есть. Так. Так. И в производстве он у нас где-то был. Так. Психиатр будет в серверном, в открытом ЕМАКСе. Медицинское страхование. Вот уж чего-чего, а это в этой стране и так есть. Тебе какое заказательство? На выбор. Патистарное или либертарное? Либертарное. Слушай, я не знаю, как герой одного фильма сказал. Ребята, давайте жить по совести. Нужна АСМРное, чтобы убирать агрессию жителей. Ну, для этого у нас есть рекреационное. Вот все это оно и есть. Так. Двачу я АСМРную. Я там буду жить и творить. Нет, ты уже поселился в курятнике. Про этапы развития уже упоминали? Вот ты и я, например. Перед нами Ектер. Я хочу есть. Ты полежать. Ваши действия. Да, у нас упоминали про этапы развития. У нас есть даже такой пункт, как время выроста при становлении коммунной. Вот. Стадии развития. Запишем. Начало. Вот. Но, что именно делать надо, непонятно. Вот. Так что, насчет стадии развития. Вот мы их только что распечатали. А что делать, не ясно. Сука, блядь. Вы все хуи. Вы, блядь, государство строите. Институты, блядь. И дупу, в дупу юриспруденцию, в дупу все, что регулирует общество, кроме разрешения конфликтов. Так для этого оно-то и строится, для разрешения конфликтов. Вот. Для этого-то оно и надо. Так. Принудительная анонимность. Значит, юриспруденция. Принудительная анонимность. Так. И тогда в социум. Принудительная анонимность. И принудительная... Я вот не знаю, как это называется, когда человек не рассказывает о своих жизненных взглядах. Принудительное отсутствие... Так. Отсутствие публичных взглядов. Во! Так. Начальник пришел в кухню, приготовил еду на несколько человек. Сожрал это сам. А больше никто и не хотел. Я уже рассказал, как я готовил пельмени на 10 человек. И потом все сожрал. Да, у меня есть опыт. Повар кун на кухне будет явно предпочтительнее, чем программист на джаве и сварщик. Вместе взятые. Ну, смотри. Программист должен делать проекты, которые, например, будут управлять дейльными аппаратами. А без дейльных аппаратов не будет сметаны, масла и вообще молока. Так что программист тоже нужен. А без сварщика не будет чанов для молока. Не будет системы работы с молоком. Молоко будет киснуть. Так что все нужны, все важны, все полезны. Так. Нужен аптекарский огород для самообеспечения всяким. Медикаменты у нас уже есть. Так что так оставим. Так. Староверы. Это самые обычные люди. Ну, вообще никакой разницы. Был в гостях. Ну, верующие, набожные. Но вообще без всякого сектантства и подобных передали с сжиганиями. Ну, понимаешь, староверы, как и амишей, можно взять за модель этого общества. Собственно, давайте запишем сюда амиш... А, стоп. Тут сюда можно. Амишей в Америке. Это как готовая модель то, из чего мы можем как бы создавать. На основе чего мы можем создавать наш Бетарцк, наше общество. Так. Так. Дороги и велосипеды. Куда, собственно, ездить? Кругами круги нарезать. Ну, и в поле, конечно же. Я вот хочу попробовать сделать чизельный плуг и, значится, на велосипедистах его. Это будет самые охуенные полевые работы в мире, которые только можно представить на велосипедистах. Так. Значит, нам опять предлагают религию пополнить. Значит, явление бессмертных в доме боли. Так. Отсюда, значится, нам нужно построить дом, дом боли. Его, наверное, мы в выселке засунем. Вот. Дом боли. И, значится, что там у нас было в религии. Где религия-то у нас? Сколько она делась? Так. Религия. Так. Кипарисовые холмы сирана гневаной воли. Я так подозреваю, что все-таки герзи большое. Должно быть ритуальный огонь темного престола. Врата мрака. Ледяной саркофаг зверевшей зимы. Аллея траурной луны. Так. Аллею траурной луны, наверное, можно в рекреационную добавить. Так. Упорядовать ли как могли, да. Какие пони? Ты знаешь, сколько на них ресурсов нужно? Ты сначала придумай, где взять питьевую воду, хотя бы для людей. Да артезианские скважины, милый человек. А что касается пони, ты знаешь, сколько они денег стоят? Наш Бетарск тоже будет стоить в районе 100 миллионов рублей. Так что разведение пони – это вполне себе норм. Каждый может поставить роутер сам. Но нужно, чтобы все договорились и соединили их в Мешнет. Так. Так. Отсутствие навязывания взголядов. Так. Движение за объединение роутеров в Мешнет. Так. Пожалуйста. Так. Также нужны библиотека и обсерватория ради исследования новых технологий. Библиотека есть в серверной. Дампы всех википедий. Так. Дамп ОСМ. Карты Звездных Путей. Так. Это то, что у нас будет в серверной. И, значит, с обсерваторией... Телескоп с автотрейкингом. Хватит тебе в качестве обсерватории. Так. Так-так-так-так-так-так-так. Все хуйня. Давай по новой. С первого дня. С определением реальным бюджетом. А то распылились тут мыслью по древу. Анончик. Уничтожить все и начать заново много ума не надо. Вот. А вот с первого дня чем заниматься, я сам не знаю. А вот это хотя бы поможет как-то сориентироваться. Ну, или хотя бы посмотреть на все это со стороны. Стоять. Да я ебал все это... Делать все это говно. И ничего не делать. Как... И... В итоге. Так. В роли конституции будет кодекс Бетарда. Он будет нормировать все законодательство. Нужна спецификация дефолтной конституции. Чтобы взять оттуда основной интерфейс. Ну, вот, собственно, этим мы сейчас и занимаемся. В качестве конституции 10 заповедей интернета. Так. А, значится... 10 заповедей интернета. Так. Так. Ну, а может, кстати, тогда уж юриспруденция внутренняя и внешняя. Внутренняя и внешняя. Для внешней это у нас будет получение посылок. А вот это вот все... Это у нас будет внутренняя юриспруденция. Так. Так, 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 так. Вот мне подсказывают, что у интернета 74 заповеди. Так, значит, вот это и будет конституцией, действительно. Давайте их сюда. Турели с некончающимися патронами. Лазерные турели же. Анончик, у нас нет таких пока что лазеров. Карцер. Нужен карцер. Ежевечерние голосования. Кто там сегодня ночует? Так. Дом боли. Карцер. Так. Социум. Ежедневное голосование за ночлег в карцере в доме боли. Так. Кармочка. Что кармочка? У нас уже как бы есть бонусы. Так. Журналистика. Нам нужна журналистика. Журналисты. И нам нужны законы о журналистике. Свободный доступ журналистов на любые объекты. Так. Бесплатный минимум для всех. Платные привилегии. Люту двочую это. Лорис Анончик. Это было у Каганова. Так что это не его. Нужны люди отвечающие за определенные области общества. И наделенные исполнительной властью. Как то министр финансов. Министр обороны. Министр анонимности. Главный судья. Главный диджей. Ну Анончик. В принципе. Нам бы разобраться вообще что делать. А там уже с главными то разберемся. А то у меня от тебя начальник, там не знаю, бумажный, начальник журнального стола. Так. И карцер в карцере. Расположенный под карцером первого уровня. Вход через дырку. Не знаю зачем. Внутренний карцер в ходу через дырку. Так. Еще сделай игровой клуб рекреация. С бесплатным оборудованием, где можно погрузиться в виртуальную реальность с кашкодевочками. Самой главной кашкодевочкой будет суровый мордоворот, который будет следить, чтобы оборудование не ломали и не пачкали. Просто сделай пометку мордоворот. Так. Значит. Виртуальная реальность и мордоворот. По роли кашкодевочки. Так. Я думаю, разделяю всех сочей по группам интересам, а внутри группа прокачки. Черт и джун! Встретимся за диджейкой после эфира! Не явишься, а пиздим прямо в слушательском зале! Так. Надо, кстати, что-то делать с пресечением конфликтов. Значится внутренняя безопасность. Пресечение конфликтных ситуаций. Отправка нарушителей в дом боли. Так. Значит. Бесплатный минимум. Что в таком случае помешает мне просто приехать и просто жить? Десятимиллионный кредит кто за меня отдавать будет? Значит так. Десятимиллионный кредит за тебя отдавать будет никто. Вот. Ты сам его будешь отдавать. Или тебя признают банкротом. Что в принципе ничего страшного. Вот. Приехать и жить бесплатно. В этом-то как раз и вся суть битарская. Что просто человек приезжает и живет абсолютно бесплатно. Но получает минимум. Поскольку абсолютно нихуя не делать ты в принципе не сумеешь. Ну как. Первые две недели ты конечно будешь вот гулять. Отдыхать. И все у тебя такое клево. Вот. Возможно девок ебать будешь. Или девки тебя. Не знаю. Вот. У тебя будет знаешь такое. Такой тотальный кайф. Такой тотальный рай. Вообще круто. Охуенно. Но где-то через две недельки тебе это. Скажем так основательно наскучит. И ты чем-то займешься. Как минимум ты займешься тем. Что возьмешь ближайший столб. И начнешь его ебать. Скорее всего головой. Так. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Что мне делать? А-а-а-а-а-а! Дайте мне хоть какую-то работу! А-а-а-а-а!» Вот. Ну, а если тебе дадут работу, уже какой-то от тебя есть толк. Учитывая, что, например, супом Румфорда можно накормить за недорого целую армию людей, приходи, живи бесплатно, мы как бы всем рады. Такая вот идея. Вот. Это уже, Суэротов, не коммунизм и не анархив. Это какая-то, блядь, коммуна? Ну да, мы вот Бетардское делаем. Если будут чиновники, то тогда и ввести антикоррупционных инквизиторов. Не, пока мы чиновников не сделали. Я не хочу идти в эту тему. Так. Так. Значит, ну открытый социальный рейтинг противоречит анонимности. Ну, тогда надо сделать скрытый социальный рейтинг. Вот, потому что теперь мы строим Китай. Ну, формулировка сегрегации, анону не понравилась. Я не знаю, почему анону не понравилась сегрегация, но вот не понравилась почему-то. И мы это заменили на вот социальный рейтинг. Так, значит, причем инквизиция будет супротерриториальной. Мы будем ходить в крестовые походы. Так. Внешние крестовые походы инквизиции. Так. Значит, Код 3 семерки. Значит, нужно решить, что делать с говном. Можно использовать как удобрение в сельхозе. Можно для обмазывания или заморозки. Так. Собственно, у нас есть производство. У нас есть потребности. Постройки. А вот производство. Производство мы зачем-то в экономику засунули. Говно. Значит, САПЕРЕРАБОТКА НА УДОБРЕНИЯ. ЗАМОРОЗКА ДЛЯ ОБМАЗЫВАНИЯ. Так. Значит, Если человеческое говно используется в сельском хозяйстве, нужны отстойники, где оно будет отстаиваться минимум 3 года. Иначе будут эпидемии. И тогда ему понадобится кладбище. А отстойники на 3 года в избежание эпидемии. САПЕРЕРАБОТ НА УДОБРЕНИЯ. Спасибо. Не знал. Я хотел сразу говно. А коровье говно можно сразу использовать? А? Предлагаю ввести невозможность отказа на предложение заняться сексом. Ну, тогда это может нарушить личностные границы. Будет глав анон-президент, анон-депутат, принимающий законы, регулирующий анонимное общество. Ну, вот пока что мы решили, что нет. Так, стадии развития. Первое начало, второе конец. Ну, не знаю, это уже вам решать. Если принудительная анонимность, то убирай аватарок. Так, мы, возможно, создадим несколько разных сегрегаций. И где-то будет принудительная анонимность, где-то будут принудительные аватарки. А, во, жителям нельзя разменивать туристам деньги на свои. Иначе теряешь кармочку вплоть до пидарения. Так, два вида внутренней валюты. Для своих и для туристов. Меченая. Разменивать валюту только в пунктах обмена. Электронная карта жителей для жителей. В магазинах ценники указывать завышенные в валюте для туристов. Для своих же при оплате основной валютой цены в несколько раз ниже. Валюту с торгов во внешнем мире отправлять в центральную казну за карму. Можно стать ответственным за закупки снаружи. Так. Значит, это все интересно. Но надо как-то это разбить на подпункты. Во-первых, профессии. Рабочие места. Ответственный за внешние закупки. Значит, за... Зазывало туристов. Так, нам нужен за завало туристов. За... А, собственно, они все будут за комиссию. За бонусы. Так, значит... Обмен валюты мне не нравится. Поскольку валюта у нас будет электронная, то ее нет смысла менять. Да, так... Я, конечно же, не пьян. Думаю, пиздеть смогу. Уверенно. Как Крюгер, в общем, мой кумир. В общем, когда я сидел и аутировал на лавочке, я надеялся, что... Так, извините. Извините за маленькую техническую неполадку. Так, вроде в совке уже был запрет на торговлю внешней валютой. Да. Но у нас-то откуда она появится? А так, наоборот, если хочешь использовать внешнюю валюту, пожалуйста. Вот. Приезжайте, платите сколько угодно. Так что я что-то пока не понимаю, чем нам вредит внешняя валюта. Нужен аквариум для выращивания раков. Так, это... Это производство... Так, где у нас производство? Значит, с... Так... Акваферма. Аквариум для выращивания раков. Так, все будет, как скажешь. Кстати, в качестве государственного настроения реквестирую энергию. Коллегиальное принятие решения. Хотя, вряд ли ты это пропустишь. Так. Значит, у нас тут есть судебные... Так. Внутреннее судебное производство. Суды... Коллегиальные суды... Линча. Так. Принудительная анонимность. Одинаковые стрижки. Номер на бейджике. Хм... Без доильных аппаратов не будет молока и сметаны, а без программиста не будет доильных аппаратов. Ясно. Да. А вы знаете, что современные доильные аппараты сами определяют качество молока. И если молоко хуёвое, то они его сливают или в отдельный контейнер, или прямо в канализацию. Причём сами определяют, куда сливать. Так. Чтобы ездить кругами, нам нужно закупить записи саботона. Это будет. Без доильных аппаратов не будет молока и сметаны. Без программистов не будет доильных аппаратов. Так. И обязательно... Так. Добавь ферму сверчков. Сам нетрудоёмкий, нересурсоёмкий вариант выращивания белкового хавчика. Так. Значит, ферма сверчков. И я бы ещё хотел ферму червей для создания биогумуса. Сейчас, кстати, есть такая мода использовать технологию нулевой обработки почвы. То есть, когда пахать землю запрещено, вот таким образом наращивают слой биогумуса. С другой стороны, при использовании нулевой технологии используются химикаты в качестве травильщиков растений. Всякие там раундапы и прочее говно. Я вот даже не знаю. Все так дрочат на эту нотил-технологию. Но чё-то мне как-то странно это. Хотя и урожай выше на ней. С химикатами там. Так. А ты в курсе, сколько стоит артезианская скважина? Расскажи мне. Тем более, что все это предполагается изготавливать своими собственными руками. Следовательно, всё это будет для нас или бесплатно, или за себестоимость. Что не так с артезианскими скважинами? Артезианская скважина нужна по определению. Без артезианской скважины всё это, всё, что мы тут на майндмаппе, в принципе, не может существовать. Можем ли мы отказаться от артезианской скважины? Есть ли у нас такая опция? Я считаю, что нет. Так. Ездить на велосипеде кругами. Чтобы не слишком вкладываться в круги, надо делать небольшого диаметра. Метра 2-3 хватит. Но это мы уже решим в рабочем порядке. А мы найдём и выкопаем водную скважину. Начинай. Нужен сенат, как у римлян, где алтфаги демократично принимают новые законы. Так. Сенат для запиливания новых... Так. А если молоко хуёвает, то доильный аппарат закачивает его обратно в корову? Я же говорю, сливает. И такое молоко не допускается в общий чан. Так. Значит, кстати, да, никаких автомобилей, тракторов, только мотоциклы и пони. Никаких лошадей, пони. Это самое. А ты понимаешь, что мы специально на мотоциклистах, к мотоциклистам прицепим сейлку и будем сеять всё на мотоциклистах. Я вот хочу посмотреть, как мотоциклисты, велосипедисты будут тащить за собой сейлку и работать, а потом мы к ним ещё плуг приделаем. Нет, погодите. Сначала плуг, потом сейлку. Хотя, в принципе, у нас же Бетерцк, мы можем сначала сейлку, а потом плуг. Нам это не важно. Всё равно что-нибудь да взойдёт. Так что, как видишь, варианты имеются. Так как это коммуна, по крайней мере, в начале создания нужно в качестве религии основывать языческий пантеон богов, либо же взаимосвязь уже существующий. Посмотри, сколько у нас тут уже религий есть. Мы ещё не организовали, а видишь, сколько у нас тут всего имеется. Обязательно нужно регулирование общественного порядка, чтобы не было публичного внимания блядства и выражения своих взглядов. Это уже есть. Так, чтобы анонные ерохи не унижали анонов сычей, проникшись, надо ссылать на общественные работы. Для работы нужна специальная каста анонов анонимых хранителей. Так, всё это у нас уже есть. Предлагаю туалет переименовать в обсерваторию. А то дорого! Так, где у нас туалеты? Так, установленный телескопом. Вот. Можно срать и наблюдать за звёздами. Нужна лаборатория генетиков, которые будут выводить цветных коней. Я чё-то не вижу у нас генетиков, так что пока нет. Интернет откуда тянуть будем? Могу взять с собой метров 50 витой пары. Кстати, да, мы не подумали о интернатах. У нас будет локалочка, но у нас нету спутниковая антенна для двунаправленного интернета. спутниковая антенна плюс Wi-Fi бластер от Криосана для пиздинга Wi-Fi из ближайшей деревни за 100 километров. Ну, как-то так. Вот два варианта. Можно ещё спутниковая антенна плюс 3G 3G бластер от Криосана сана для мобилочек. Ну, как-то так. Хотя, вот, вопрос с мобилочками на самом деле открытый. Нужна ли мобильная сеть? В принципе, мы можем установить мобильный ретранслятор, чтобы все могли пользоваться мобильным интернетом. Ну, и, собственно, звонить друг дружке. у нас будет локальная сотовая станция. Мы это можем себе позволить. Точнее, репитер, если уж на то пошло. Это можно сделать, но поскольку наше как бы сообщество будет как бы таким отдаленным. Надо ли нам это? Так, уже церковь, тереча, культ мяты, культ бога крови. Еще добавьте богини удачи. Не знаю, честно говоря, такого культа. Карцер должен быть зеленым с протекающими трубами. Так, не надо вайпать, если можно. Так, значит, где у нас дом боли? С зелеными стенами, с протекающими трубами. Так, окей. Нет таких лазеров, есть, мощный лазер уже может нанести тяжелые увечья. Анончик, ну вот из того, что у меня есть, лазер на 7 ватт, этого мало. Ну да, обжечь может, там, сетчатки повредить может, а вот чего-то более такого серьезного нет. Тем более идет очень сильное рассеивание. Луч, если луч расфокусирован, то считаешь, так, тепленьким обдаст всего лишь. Так что с лазерами все сложно. Это говорит тебе человек, который на заводе играется с лазерным оборудованием. больше всего ущерб лазер может нанести тому, кто работает с этим лазером. Так, не, сильный контроль не нужно, достаточно задать какую-нибудь минимальную дружину для доставки шизиков в лагерь шизиков. Погодите, у нас будет еще лагерь шизиков? А не только дом боли? Я думал, мы домом боли только ограничимся. Так, нужно наладить добычу ресурсов для постройки новых сооружений и найма войск, чтобы можно было охранять себя от быдла и захватывать новые земли для пропитания пуляции, которые постоянно будут расти, а также вынуждены конкуренции с прочим миром, которое не обходит никого. Анончик, я думаю купить на свои деньги 10 гектар. И нам этого хватит, по идее. Так, тотальная война с нормалом бледьми и быдлом. Блядь, ребята, я хочу запилить маленький уютный Бетарцк, а не тотальную войну. И голосование за оберег, который спасает на сутки от участия в голосовании за ночлег в карц. Вот так вот всегда. Так. Так вот всегда. Вот так вот всегда. Где у нас социум? ежедневное голосование за берег, который на сутки спасает от дома боли! Что мы делаем? Что мы делаем? А? так, значит, добавь психотронную тюрьму для изоляции опасных для окружающих шизиков. Именно для изоляции, а не как в этой стране. Анончик, изоляция может быть так. Иди нахуй отсюда! И просто изгоняем их! Не? Внутренняя безопасность. Тайная полиция же! Отдел И! Агенты крови! Господи, что я делаю? Я, кажется, открыл ящик Пандоры! Так, а где у нас была внутренняя безопасность? Я уже не помню. Я уже ее потерял. потерял! Так, ладно. Погодите, Леонар безопасности у нас была. Внутренняя безопасность. Тайная полиция. Агенты крови. крови. Так. Нужна специальная площадка для разработки и тестирования ядерного оружия. Потому что оно является лучшим гарантом безопасности и не позволит нормалфагам наехать на Бетарск и дать всем пизды. Тестовый полигон для ядерного оружия. Так. Нужна Рейгану Мика чтобы оплатить кредит кредитом. Это мы тоже будем делать. Почему ты еще не ебешь стол головой? А должен будешь девок ебать? Первым делом повесим из реакционные взгляды. Так. Пизда дадут сразу как узнают про ядерное оружие. Вспомни Ближний Восток. Так. Блядь. Никакого открытого социального рейтинга. Нахуй нахуй фу. Отлично. Так. Где у нас была сегрегация? Так. У нас где-то здесь была сегрегация, монетизация. Так. Скрытый социальный рейтинг. Мы не будем называть это сегрегацией. Это скрытый социальный рейтинг. Вечерний исход бетердов вокруг единственного контейнера. Все в бумажных масках. Никто никого не знает. Голосуют, кто сегодня ночует снаружи. Считают голоса. Нихуя не сходится. Выбирают самого низкорослого. В контейнер один хуй лезут все. Выгнанный орет Идите нахуй! Это не меня выбрали! Нет, в нашем бетердске все будут ночевать под крышей. Верни сегрегацию. Самое правильное и честное слово. Видите, то нравится сегрегация, то не нравится. Если там будет хуйня, как в черном зеркале, то нахуй все! Я лучше в подвале запрусь! Ты так живешь в курятнике! Отставание ведущего от чата 21 минута, уже 22. Чтобы скрываться от армии, быдло, чтобы не скинули ядерку, нужно, чтобы наш город был подземным! Но экскаватор дорого стоит. Кстати, почему никто не сказал, что нам нужен экскаватор, бульдозер, трактор, наконец? Нам технику-то надо как-то запиливать. Почему никто не сказал, что нам нужен семенитель крупного рогатого скота? Почему никто не сказал, что нам нужны в конце концов животновод и агроном? Как вы жить будете? На что, блядь? так, а может каждый месяц менять профессию? Сегодня кодера, завтра курей выращивать, а потом начальник по внешним связям. Так это же вообще замечательно и охуенно, я бы сказал. Так что, что что-то написали. Коровье говно вроде можно использовать сразу, но говно для удобрения почвы нужно разводить в воде, иначе оно слишком концентрированное и выжжет все живое. Так и отлично, смотри, на землях, которые мы только купили, растет много сырников, растет много березок и прочего говна. И нам именно что нужно выжечь все живое. Сколько это обойдется, честно говоря, я не знаю. Но вместо того, чтобы выжигать химией, гербицидами и инсектицидами, уж лучше, наверное, говно навернуть. Хотя я не агроном и честно говоря, не уверен, что так оно и надо. Так рабочие места за бонусы это называется льготы. Нет рабочие места для получения бонусов. Бонусы это как деньги. Ты что, Каганова не читал? Так просто в пунктах обмена менять одно местный кстам внешних при действующем отношении один к одному. А смысл? Так точно нам нужны лавочки лавочки уже есть такая хуйня была Магазин Березка и ёбаный совок. Так Магазины Березка так где у нас тут значится экономика внешняя Магазины Березка Магазины Березка туристов и отпугивания желающих нормисов халявщиков Таааак написал написал то что нужно менять севый оборот работа ни одна тварь сука работать пока не хочет не ребята так мы светлое будущее нихуя не построен почему не вику сажать или там ячмень например овес так в сенате обязательно только алтфаги иначе не интересно добавь пожалуйста магазин одежды где всегда будет продаваться простая очень дешевая несинтетическая одежда во кстати так внутренний магазин за бонус или бесплатно магазин одежды очень дешевая несинтетическая одежда анончик вообще в нашем современном мире не синтетическая и очень дешевая уже как бы разные вещи я купил простынь себе и вообще постельное белье так вот этому постельному белью нет наверное двух недель оно уже начинает разлизаться на такие как тебе сказать клочки я немножечко охуеваю с этого так очень дешевая несинтетическая одежда хлопковые рубахи штаны ботинки рядом должен быть казнамак с вещами первой необходимости простой мебелью химикатами так мебель я не согласен мебель мы делаем сами в хакспейсе или мебель дефолтная которая у тебя в стандартном расположении твоей комнаты то есть или у тебя вот стандартное расположение если тебе этой стандартной мебели мало пиздуешь в хакспейс и делаешь себе все что хочешь как-то так ну или просишь петровича запилить тебе эту самую мебель потому что делать производство для своих и вот чтобы оно там валялось на складе или в каком-то магазине несколько неразумно возможно имеет смысл изготовление предметов под заказ вот это имеет смысл но не то чтобы в магазине вещи просто были лежали ждали своего часа и не использовались это очень нерациональный расход ресурсов так мыло значит магазин хозяйственный магазин мыло удобрение предполагается централизованно использовать технические жидкости стиральные порошки вот это все надо зубные щетки пасты так экипировка потому что как наш город будет добывать ресурсы больше извне к тому же у нас открытые границы судя по всему мы в горах так что нужна качественная экипировка альпинистская водосплавочная тогда это будет наверное не хозяйственный магазин а станция проката экипировки потому что сплавочное и альпинистское оборудование стоит явно денег и покупать это в частное хозяйство все это давать вот как-то ну нерационально вот и поскольку у нас как бы будет это все бесплатно то лучше именно как аренда использовать как минимум это уже на село тянет какие 10 гектаров ну мама сколько надо 20 гектаров 30 сколько тебе земли-то купить тебе что 10 гектаров мало так станция проката экипировки значит а 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 лодки сразу а а а а а а а а и 4 магазин дешевая техника там карты памяти комплектующие радиоэлектроника так а вот это уже наверно придется а 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 iß а а а а а а И, к слову, о мотоциклах. Многофункциональный цех по ремонтопочинке, которому должны идти субсидии на развитие технологических приблуд. Кроме того, в цехе можно открыть конвейерный производств какой-то мелкой фигни. У нас для этого есть Hackspace Workshop. Hackspace Workshop. Ремонтопочинка всякого говна. Мелкосерийное производство чего-либо. Так. Нужно машиностроение. Что строить? Тракторы, грабли и все технологии для сельхоза. Наконец-то! Наконец-то! Ну, у нас уже есть вот кузница. Топоры, полуги, огранка говна. Так. Если мы на корабле в нейтральных водах, то бурение скважины можно вычеркнуть или хотя бы отложить. Ну, здесь мы все можем отложить. Так что... А что, тян-туалет с телескопом не нужен? Ну, тян-то сами по себе не особенно нужны. Так. Нужны специальные состязания, на которых публично будут определять в олдфаге и выдавать специальную отметку, чтобы кто угодно не мог просто спиздеть, что он олдфаг. Где у нас сегрегация? Так. Значит-то... Специальные состязания с скрытыми медалями и скрытым рейтингом. Особая медаль. Мы вам перезвоним. Когда ты пытаешься узнать свой социальный рейтинг, тебе говорят, мы вам перезвоним. Когда-нибудь. Человек имеет право на горячую воду, отопление зимой и черепичную крышу. На черепичную крышу, сука, не заработал. Так что нахуй сразу и все остальное. А еще напоминает система кармочки в одной из стран-путешественных кино, где хороший человек накопил на убийство другого человека. Не знаю, я что-то не хочу, чтобы кто-то из Бетарды друг друга убивал. К обсерватории и прочему добавь медицинский центр для первой помощи. Это раз. И центр геологической инициативы. Это два. Так. У нас уже есть медпомощь. Так, я вот думаю, может быть, медчасть в безопасность перевести. Так, медпункт есть, значит, центр первой помощи. Так. Геологическая инициатива. Не совсем понятно, куда это записывать. Первая жизненная необходимость медицины должна быть бесплатной и качественной. Тогда нам нужен еще центр обучения медиков. Центр, даже так же так, бесплатного обучения медиков, чтобы каждый мог прийти и научиться. Вот, чтобы была качественная. Врачи среди нас есть, и вещества мы достанем, как и оборудование. Второй позволит развить горнодобывающий аспект города. И даст рабочие места и стабильный ресурсный приток. Кроме того, при правильном расположении города мы можем откапывать золото прямо из земли. Равно как и углубиться в жилы и перейти на производство железа и прочего вместо закупок дорогой хуевой стали. Ну, смотри, если делать врачки, то, например, золото добывать просто так вроде нельзя, как, собственно, и очищать его. А так, для геологических работ нужно очень дорогое оборудование, которое, я так думаю, будет стоить дороже всего нашего города. Дороже всего вместе взятого. Так, ну, давай подумаем, куда бы это... Так, геологическая инициатива. Я думаю, в воркшоп это можно засунуть пока что. У нас как бы все это идет сюда. Центр геологической инициативы. Добыча полезных ископаемых переработка добытого. Так, э-э-э-э... Ювелирная мастерская. Так, э-э-э... Так, э-э-э... Так, невай пример хорошей конституции. Но я что-то не хочу такую конституцию. Зачем репиттер? Сделай своего локального оператора сутовые связи. Ну, или повесь всю телефонию на межсеть, да будет в UIP. Ну, смотри, репиттер нужен для внешней связи. А локально, действительно, по сетке, мамбл-сервер поднимем и все. Нахуй нам что-то еще. Репиттер именно для GSM-связи. Чтобы мобилочки работали. Кто границы будет охранять от Ерохиных и Четких Поциков? Сказано же, что у нас есть коптер-разведчик, плюс у нас есть башня-самострел. В районе нашего города также должен быть замок. Каменный, средних размеров. Его можно довести до хорошего состояния, как минимум основать базовую колонию. Кроме того, это историческое наследие, которое, если шансы агрессии, в нашу сторону поможет с оборудой, культивирует желание почтиться к искусству и жителей городка. Так, это мы записываем вот сюда. Готовое решение. Замок. Каменный, средних размеров. Снижает шансы агрессии в нашу сторону. Помогает с обороной. На самом деле, вот раздел помощи с обороной, он такой очень сомнительный. Дело в том, что, возможно, в этом замке будет множество дыр, и не факт, что он поможет, а не усугубит оборону. Так, границы будут охранять турели. Да. Нужно построить неподалеку от Бетарска, где-то в лесах, специальный каменный форт-зам, в котором можно тренировать бригады разведчиков для разведки окружающих территорий, и как экстренный бестион защиты, если набегут. Значит, это называется тренировочная база. Так, 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 в безопасности, я так думаю, это можно засунуть. Так, где у нас безопасность-то? Так, безопасность. Внешний тренировочный пункт для разведчиков. Для разведчики окружающей местности как... Так, так, как экстренный бестион... Эх, хи! Бестион защиты! Так, э-э-э. Так, база подрульного коптера. Так, можно сделать ответственность за регистрацию новых 10 гектаров на каждого сотового поселенца. Ну, мы думаем, каждый новый поселенец принесет нам 10 миллионов. Так что с покупкой гектаров, я думаю, проблемы не будет. Так, я к тому, что при обеспечении базовым минимумом необходима обязательное получение профессии, последующая работа. То есть каждый должен какую-то пользу приносить. Полагаться на совесть или скуку ордых и конов тунеядцев, перекатившихся шеей почтившей мамки под крылочкой Петарска, будет скорее всего убыточно. Анончик, в чем убыток? Вот смотри, руда тунеядцев, которых ты так боишься, у тебя занимают всего лишь жилплощадь. А жилплощадь в бесплатном минимуме может представлять собой капсульное жилье 50 на 50 сантиметров на 2 метра, такой маленький гробик. Мне, честно говоря, не жалко построить для таких людей отдельное даже здание, а-ля капсульный отель. И пускай там живет хоть 300 человек. Пока они там живут, друг друга не убивают, мне насрать. Место занимают, мало ресурсов, никаких. Ну как там, аккумулятор, чтобы лампочки светили, натуральная вентиляция. Все. Из ресурсов, что они будут занимать, это еда. Кормить исключительно супом Румфорда. Питательно, вкусно, могут работать. Витаминками снабжать раз в месяц. Скажем так, затраты даже на 300 хикканок тунеядцев, ну, практически нулевые. Мы можем себе это позволить. Если у нас есть все остальное, то мы можем себе это позволить. Как-то так. У меня главный принцип есть в данном случае. Дайте мы в социум запишем. В социум. Или даже в юриспруденцию. Нет, в социум. Если не хочешь работать, не работай. Это лучше, чем разгребать последствия хуёвой работы. Так что, если хочешь не работать, не работай. Я, честно говоря, не понимаю, что плохого. Отставание от ведущего уже полчаса. Госинституты. Я хочу маленький уютный уголок без тотальной войны. Я, вот, не один я подумал про форт замок форт. Оберег, спасающий от дома боли, должен быть в виде часов роликс с гравировкой лох. Так, где у нас, значит, оберег в виде часов роликс с гравировкой лох. Так, значит, Верховный Душитель. Вот так строишь город мечты, а у тебя просят дом боли и обнимент. Да, действительно. Видите, мы ещё не начали обсуждание, какие посевы займёмся, как будем взаимодействовать с внешними жителями. Как будем брать кредиты? Мы сразу вот в дом боли. Так, банк спермы был? Нет. Так. Значит, с... Банк спермы Быков Бетардов Да ты уже вышел за рамки маленькой уютной коммуны. Почему? Пока я ещё маленькую уютную коммуну делаю на 10 человек. Как мы со всем этим будем управляться, я даже не знаю. Будем страной с самым большим запасом спермы в банках спермы. Да. Тайная полиция, агенты крови. Ты бы так строишь, или Фростпанк в Антарктиде поиграть решил? Ну, знаешь, я хотел маленькое уютное эко-поселение Амиши, Где все друг к другу будут улыбаться, Где будут вот дружить со всеми, Заниматься в хакспейсе созданием новых технологий, Создавали бы трактора на Ардуинах, Летающие сейлки, вот. Ну и как-то так. Сделали денюжки, На них покупали роботизированные доильные аппараты И коров-роботов, вот. Ну или сами бы их конструировали на той же Ардуине. Вот. А мы, получается, дом боли. Нет, тайная полиция. Так, как раз срать хотел. Центробанк спермы. Сходочки будут дивизии внешней разведки. Тайная полиция тебя утопит за скрытый рейтинг. Страшно. Аэропорт обязателен. Без воздушной инфраструктуры Не будет возможности отправки и получения ресурсов и живой силы. А также не будет места для воздушного флота. Я предлагаю строить сразу космопорт. Прием, космопорт! Прием, космопорт! Не, пока до космопорта мы не дошли. Сегрегация за рекреационные взгляды. Реакционные взгляды. Может быть, сразу создавать контрационные лагеря для тех, кто хочет вернуться в 2007-й? Ну, почему? Мы их можем просто выгнуть из Бетерска. Так, животноводство у нас есть. Напомнил фильм про философов, где они выбирали, кто в бункере будет после пиздеца. Хороший фильм. Точно, ведь обязательно нужна противоядерная защита. А ведь раз у нас будут бомбы, значит и против нас будут точить свои бомбы ебучие нормалфаги. Заодно нужны мощные ПВО, чтобы не налетели. Ну, мы воспользуемся твоей толстой мамкой. Не, серьезно. Почему бы не устраивать день безудержного секса и не совмещать его с днем открытых дверей? У меня тут, наконец, экономическая модель начала вырисовываться. Так, значит, поскольку нам нужна монетизация, день открытых дверей совмещен с днем секса. Это внешняя экономика политика монетизации. Выжжься все живое говном. Ты потом землю не восстановишь. Это как ебнуть удобрение без меры. Но почему? Как? Именно оно и будет. Потом там вообще ничего расти не будет. То есть удобрение в качестве гербицидов не вариант. Ладно. Приглашенный осемнитель рогатого скота поначалу скучал, не найдя собственного скота. Но потом познакомился с некоторыми аутистами и вернулся к привычной работе. Вообще-то в социуме есть должности. Ну вот мы тут уже свои должности разгребаем. Я же сказал, что нужна библиотека и обсерватория, чтобы исследовать новые технологии. Так, еще построить вычислительную машину на ней расти, чтобы она тоже исследовала новые технологии. Так, хуй с тобой. Значит так. Где-то у нас тут была серверная. Серверную переносим в Hackspace. Чувствует он будет такой наш... И здесь мы делаем ютубное для изучения технологий производства для вечерних развлечений. для ночных изучений неба. Так, значит... Где у нас тут туалеты? Туалеты... Телескоп из туалетов мы перенесем в... Так... Где у нас? Ага... Где-то у нас была киностудия здесь. вот значится так так работать диджеем так рабочие места журналисты значится стримить все это на twitch за донаты стримить на кам камеры из туалетов так это у нас за внешнюю политику в социуме будет отвечать ответственность и конечно ответственные за внешнюю политику и вот это вот внешнюю политику будем проводить через вот это вот все ну как то так верно нужен аэропорт и аэропарк лицензии пилота выдавать только если они не пьют нужен как минимум грузовой вертолет класса ми-12 или ми-26 тяжелый самолет класса мс-21 желательно высокоплан и кроме того легкий лайнер для перелетов лучше 2 экраноплан для низких перелетов во время тяжелых погодных условий или из-за надобности невидимости для дальних радаров кроме того нужна инфраструктура для летающих такси потому что дороги мы вряд ли сами построим во всяком случае сразу нам так и потребуется техперсонал для обслуживания аэропарка слушай напоминаю у нас всего 10 гектар 10 ёбаных гектар но то что дороги мы строить не будем эта идея мне нравится предлагаю должность министра транспорта так люцерна на корм животным и силос она именно что восстанавливает грунт после чего его из после чего-то его истощающего еще она прекрасно глушит бурьян тогда мысто вообще для того чтобы выставлять грунт есть целый класс сидератов тот же овес можешь использовать в качестве сидерата есть кстати готовые смеси сидератов вот так да мы с тобой светлое будущее не построим шизик смотри как ты тут расписал это уже не товарищества за такое могут и под для прикрытия всего товарищества найти пока что все легально у нас тут о для работы и рудники и шахты топить урановые ломы в ртути все это находится на глубине под дом боли локальный ад и израиль нет дом боли для другого нам нужен ты не прав на счет мебели она должна быть в избытке ну а зачем мебель в избытке перепроизводство кратчайший путь к банкротству я не понимаю если тебе нужна мебель тебе ее всегда сделают нужно сделать стек технологии ветви и развития примитив технологии с гончарным кругом до интегральных микросхем анончик мы уже знаем о интегральных микросхемах более того мы сможем сделать как гончарный круг на ардуино я например не смогу сделать себе шкаф в одиночку я не умею работать на станках я программист отлично ты как программист напишешь программу для станка с чпу и он тебе вырежет необходимые детали для шкафа после чего я думаю ты сам осилишь собрать этот самый шкаф кроме того как тут был вариант изготовления на заказ так что ты не останешься без шкафа так производство стройматериалов кирпичи металл конструкции пластика стекла так потретов потребности мы идем производства наша цель так или или в производство где то где у нас производство так производства стройматериалов наконец-то кирпичей металлоконструкций пластика стекла наконец-то и вот как раз когда программисты с админы делают себе мебель это есть нерациональный расход ресурсов программисты с админ может скачать себе программу для создания шкафа и загрузить ее в чпу так нужно выращивать так понятно нужно строить заводы и фабрики для производства товаров и создания дополнительных рабочих мест зачем нас и так мало мы для себя работаем работа за донаты за бонусы но вообще сложно будет сделать правильную систему бонусов чтобы не появились олигархи которым все доступно должны иметь равные бонусы как финансисты которые за внешние торги отвечают так и из условно-техники фермера который зависит условия жизни других жителей напрямую а еще корать внутренние межличностные сделки за ништяки все должно быть прозрачно ну не знаю по мне чем больше денег тем больше стимуляция работать если мы будем олигархом олигархов как-то ограничивать то смысл быть богатым кажется мы примем упавшие знамя построим еще более лучшую корею лучше обоих предыдущих обеих предыдущих сколько земли купить всю землю бетардом еще нужно делать список заказов товаров которые будут закупаться снаружи ответственными лицами наконец-то так экономика в внешне так значит так формирование внешних внешних заказов так так наконец-то значит со станция пока то лыжи которую принес анончик номер 12 55 42 так так где у нас так 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 как как так 0 так общепит будет кто беляши будет готовить конечно будет общественной кухни в самом начале решили все так он не он так у нас есть пекли вообще готовить сможет каждый для всех даже за бонусы да а дурка будет но типа такой снатолий для уставших бетардов но типа ты устал набираешь 03 резко приезжает дуровозка и тебя забирает полежать в дурку отдохнуть на денек или недельку у нас есть рекреационная зона и асмр на я но вот чтобы там кого-то закрывать принудительно я пока до этого не додумался а так ты сам до нее может дойти ты действительно все это собираешься реализовать мапу после скин реализовывать я не собираюсь это но как скажем так гайдлайн почему бы и не использовать вообще я сейчас угораю по сельскому хозяйству и земледелию на самом деле почему потому что землю под сельхоз угодья можно как я уже сказал легко приобрести можно выпросить достаточно дешевые кредиты в рашке дают миллионы по пять процентов сраных пять сраных процентов думаю 10 лямов на 10 лет под сельхоз производства дадут например дают полтора ляма на строительство коровника ребята полтора ляма в этой стране на строительство коровника дают 10 коровников уже 15 лямов алё ну вы поняли бизнес идею да так что кстати большую часть вот всего этого реально реализовать это реально очень такой хороший гайдлайн ко всему этому вот дачку свое оживлять я не собираюсь потом пишет какие-то 15 лямов у нас тут у каждого по 10 ну кому 10 дадут кому 5 кому 15 вот как то так все в общий котел если просто мамка выгнала из дома ну бесплатно поживешь хуй с тобой пока что пока на тебя чп оформляется а-а-а-а так значит нужно животноводство животноводство уже есть если мы на корабле в нейтральных водах то это океан нужны установки для дистилляции фильтрации океанической воды очистка воды уже есть можно даже так а нет это не здесь это так во первых дистилляция во вторых и фильтрации океанической воды попытка замкнутого цикла Так, значит, лампа для дезинфекции с жёстким УФ. Так, я аж вспотел. Конвейерное производство гайки на 12. Мы производим только то, что умеем лучше всего. Так, и ещё напоминает, так-так-так, завод по производству пуговиц. Кстати, трактор и всё остальное не нужно. У Смоука есть топор, и мы с помощью примитив-технологи сделаем всё остальное. Да. Запись эфира в виду. Туалет для тян с телескопом. А в телескоп, простите, можно будет смотреть с какой стороны туалета. Ну, с внутренней, конечно. Чтобы смотреть за звёздами. Так, значит, не хочу, чтобы кто-нибудь из Бетердов друг друга убивал. В той же кино была страна, где разрешено убийство. И все же спокойно живут и дружно. Понимаешь, Анончик? Разрешить? Я не собирался запрещать убийство. Я хочу, чтобы люди не убивали друг друга. Точка. Так, ну чего я скипнул Конституцию? Там хорошие пункты. Они слишком ванильные. Бля, не выдумывай. Трактор нужен пахать, и в поле заебёшься. Так, трактор. Давайте нам трактор. Так. У нас не Рашка, у нас Бетердск. Но Бетердск, я думаю, запилить внутри Рашки. Я же говорю, я куплю землю. Вполне легально можно это устроить. На свою зарплату. Так. Оборудование не обязательно. Слательно начать с пара геологов. В Центр геологической инициативы. Обязательно куча оборудования сразу. Сначала провести исследование. Качественная медпомощь. Врач Бетерд. Доктор, что со мной? Ты умрёшь, лол. Ну, у нас будут... Скорее всего, у нас будет вариант диагностики на нейросетях. Доктор, я ем суп на жабы, всё время режу рот. Что делать? Ложкой ешь! У нас замок недорого стоит. За пару лямов доллеров можно найти. Осталось найти пару лямов доллеров. Замок каменный. Не поможет ещё и ПМВ. Стало всем понятно, что с появлением Ерохина с огромными стволами они сосут за считанные дни. Не у каждого осяна есть такая большая пушка, от которой соснёт замок. А к тому же у нас будет защищать АТ-поле. Вот с генератором АТ-поле у меня проблемы. Я могу придумать только самострел на Ардуино. Кстати, дуровозка должна быть на понной тяге, пони запряжены. Для защиты Бетерска должны использовать турели, говномёты, снаряды бесплатно и много. А, Нонечка, я вот сейчас лечусь и, ты знаешь, у меня с говном проблемы. Будет защищать АТ-поле. Ну, хоть не Синди. Нужны специальные подземные лаборатории для постройки евангелионов и прочих ёб для защиты, разумеется. У нас уже есть Хакспейс. Что там с АТ-полем? Я всё пропустил. А, и да, злодеи будут? Злодеи наверняка будут, но вот что с ними делать, не знаю. Мы пока построим дом боли, а там разберёмся. Главное, чтобы дом боли не облюбовали бы ДСМщики. Так, семигранные гайки дюймовой размерности. Да, Куару Нагиса может явиться и выебать тебя, хотя это не так и плохо. Точно, разыгрывать в интернетах грин-карту на владельца, который регать новые гектары. Так, это надо записать. Значит, это внешняя экономика. Разыгрывать в интернетах грин-карту на владельца, который регать новые гектары. Гектары земли и кредиты. Так... Хочешь не работать и не хочешь работать, разные ли это вещи? Не знаю. Так, на каждого одного тунеядца можно регать по N новых гектаров к площади Витарска. В Рашке. Некоторые фермеры так зарегали землю вокруг своих ферм на каждого члена семьи. Вот! Почему рабочие места не подработают? У нас пока нет как таковой работы. А в день безудержно открытых дверей анончики могли бы надевать определенные костюмы, разыгрывать мини-сценки там с возможностью участия и продолжения с гостями. Вы понимаете, это уже можно в продакшн. Так, это идет в монетизацию. День костюмированных шоу. Что-то у меня в голове крутится шутка про грим-фанданго. Но мне что-то как-то страшно. Про грим-фанданго шутить. Так. Так. Это ты дом Эшерафа писал? Непонятно, о чем это так. Как будем брать кредиты? Боль будет от вопроса, как отдавать кредиты. Кредиты отдавать мы не будем, очевидно. Ха! Ну или будем, не знаю. Потому что вот одно хозяйство, мне вот сегодня порвало немножечко анус от этого, в год имеет выручку порядка 300 миллионов рублей. 300 миллионов рублей. Понимаешь? 300 миллионов. Блядь. Мы такой, мы... Если запилим все правильно, то мы можем и отдать деньги. Вообще, я вот смотрел сегодня множество интервью на тему сельского хозяйства. В последние годы сельские хозяйства стали снова привлекательными, в том числе для молодежи, в том числе для IT, для любителей big data и так далее. И вот сейчас активно скупаются земли, бывшие, вот, не бывшие в обороте, в том числе с 90-х годов. И я так думаю, если сейчас не подсуетиться, то скоро земли халявной не останется вовсе. Потому что земли... Вот все больше и больше сейчас с земли скупаются. Сельское хозяйство стало интересным и выгодным. Снова! Так. Нужна большая статуя вайфу в центре поселка, которая будет служить моральным символом, поднимать боевой дух всех в поселке. Так. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Которая будет служить моральным символом и поднять дух всех в посёлке. Так. А можно там сделать в рамках сегрегации... Так, шутки про политику не будет. Так, давным-давно на радио приходил человек из одного такой абитарской ИРЛ. Все радиоинтервьюировали. У меня где-то записи валялись. Может, переслушаем? Мне больно будет это слушать. Вайфу нужно будет менять раз в пару дней, но не швейцарским голосованием. А тасуя всех... Чё? Всех лучших девочек как колоду карт, чтобы не было повторений, и всё было честно и равномерно. У меня от тебя генератор случайных чисел. Все пересрутся на тему, что я вайфу лучше и будут критически деморализованы. Так. Нужно изобрести чит-энджин для реальности, чтобы мы могли начатурить себе бесконечный ресурс и получили возможность делать что угодно. Тогда играть во всё это будет неинтересно. Нам нужен отдел Федекса. Про это было. Вот, значит, внешний социум. Или нет? Что у нас там? Так. Где у нас там внешние? Так. Это у нас постройки, потребности. Так. Вот. У нас внешняя юриспруденция. Отделение Федекса. Так. Учебный центр космодесантников выйдет. Да. У вас уже сто лет только и получается, что дом боли. Космопорт. Нам нужен многомиллиардный контракт с Илоном Маском. Я знаю одного фаната SpaceX. Алс, я знаю, где взять один никому не нужный Буран. Буран хоть никому не нужный, но его охраняют. Можно просто выгнать. А можно и заставить работать на шахтах и поднимать экономику Битарска. Блядь, шахту надо сначала вырыть. Контракт с Илоном Маском. Дезлость. Даже Роскосмос лучше, чем это. Ты аэропорт ПВО и противоядерную защиту не добавил. Ты что, безумец? Нас же убьют всех из-за тебя. Добавь быстро. Нет, только если ты будешь все это финансировать сам. Сука, нам нужен гэк. Я не знаю, что такое гэк. Устройство напоминает чемодан. В нем присутствует так называемый базовый репликатор. Удобрения, семена наиболее стойких и жизнеспособных видов растений. Химикаты для очистки земли от радиации. Источник энергии, основанный на холодном термоядерном синтезе. Устройство для установки силового поля и инструменты, которые могут помочь в постройке простейших зданий. При использовании гэк подлежит разборке. И химикаты распыляются, семена засеиваются в землю, реактор используется. Понятно. Ну, мы закупим необходимое количество гэков. Ты нам только предоставь контакты. И, в общем, давай контакты дилера. И мы попробуем ознакомиться с его коммерческим предложением. Так, можно еще трупы перерабатывать в удобрение. А вот это, вот это надо. Так, построить. Так, потребности, вот. Переработка трупов в удобрение. Вот, коровки, свиньи, люди будут помирать. И вот, надо что-то с этим делать. Вот это, вот это, я понимаю. Так, нейросети, а еще можно селить бетард с не бетардными людьми, а роботами-бетардными. Ведь люди не нужны. Ну, как получится. Так, наконец-то кто-то забросил описание гэка. Но у нас уже есть компактный генератор борщей. В качестве источника энергии для поселения и так далее. Гэк предназначен для взаимодействия с системами убежищ. Чисто держит набор кодов, призванный перевести эти системы в режим обеспечения жизни на поверхности. Эти коды разблокируют функциональность компьютеров убежища и различные автоматики в нем. Например, машина подшивок комбинезонных убежища перенастраивается на выпуск более подходящей для жизни во внешнем мире одежды. Так, из этого описания я понял, что нам нужно в Workspace сделать центр программирования и система электронного управления городом. приложения под мобильные телефоны для управления всем городом для всех жителей. Вот, это все, что я понял из этого. Вот, так, а значит, с нейросети не нужны? Почему киностудия не в воркшопе? Хм, ты прав. Вообще киностудия должна была быть как бы в производстве. Как и пекарня, коптильня, курятник. Ну вот, но у нас киностудия курят... Ну, блядь, если я киностудию перенесу в воркшоп, то нам придется и коптильню, и пекарню, и курятник в воркшоп переводить. ладно давайте пока киностудию только переведем в хакспейс воркшоп но мне это уже не нравится вообще здесь у нас 3d принтер осциллограф дозиметр и киностудия неправильно это хакспейс должен быть всего лишь в виде набора инструментов скорее производства нужно в воркшоп переносить они наоборот так нейросети не нужны кстати видел же такое стрим или жизнь кота аутиста люди смотрели к там живет жрет спит я беру должность спасибо какую не знаю стрим за из закрытой коммуны я слыхал эти продают ссылки на такое нужно добавить научный программ перенос сознания цифровые носители и к выведению кота девок созданию робо мэйт нет пока нет 10 гектар реквестирую амфитеатр футбольное поле и площадь размером с красную дорого не выгодно ты не представил обоснование особенно для футбольного поля так и летающие такси полтора часа назад у нас контейнерные домики набегали нам нужен гиперлуп обойдетесь всего вот километр нам нужен главный так понятно можно киберобуха позвать подумал наверняка кроме нас никто не делал никогда таких больших карт в x mind делали не бонусы а льготы разница том что льготы регулируются бонусы накапливаются зачем нам регулировать бонусы непонятно мы уже знаем об интегральных микросхемах сделать их ты сможешь нет но я их смогу купить и очень дешево а ткани как делать будешь буду покупать у китайцев это гораздо дешевле чем производить самим в одном из интервью по сельскому хозяйству который отсюда насмотрелся так и там так и было сказано с надо смотреть что дешевле купить а что дешевле произвести иногда гораздо дешевле купить готовое чем пытаться это произвести даже учитывая что у тебя может быть уже все готовое оборудование уже отлаживать технологическая цепочка иногда имеет смысл купить уже готовы так потому что так дешевле иногда получается то что себестоимость готового продукта выше чем этот самый готовый продукт уже на рынке так что вот ткацкий верстат как ты предлагаешь сделать его имеет смысл делать только если у нас натуральное хозяйство и мы не имеем возможности это купить если у нас есть внешне экономические связи почему нет либо девелопис так технологии либо закупать из нее придется все так мы как бы закупать то все равно придется получать валюты извне за что без валюты ты воркшопа arduino не закупишь и серверная будет без серверов так у нас же есть раздел экономики причем большая часть этой экономики вот у нас не внутреннее а внешнее и направлено на монетизацию чтобы все это купить вот собственно создание развлекательного комплекса это скажем так не мой стартап это немного подсмотренная вещь недалеко от меня от моей деревни народ купил домик в деревне условно говоря построил несколько отдельных халуп построил там что-то вроде велотреков построил там магазинчик мини-отель взлетно-посадочную полосу прокат лодок вот это вот все и туда вот можно приезжать отдыхать шашлычки хуё-моё вот это вот все есть это не мой стартап вот отсюда примерно и будет происходить инвалюта на которую будут закупаться arduino осциллографы и сварочные аппараты так смотри месяц работаешь получаешь бонусы через месяц 99,99 бонусов списывается если не работал пенсия накапливается мотивация работать есть нет анончик а если оно списывается то смысла как раз нет потому что через пару месяцев ты поймешь что что я работал что я работаю что я с одним и тем же вот а пенсия перед пенсии еще дожить надо напоминает поведение отдельно взятой роль в армии этот ваш бетарк спасите шиво из полевых культур нужно как минимум рис картоха греча пшеница просто подсолнечник и все это на участке 10 гектар так где тут у нас так а так как а Субтитры делал DimaTorzok Книга Москва Петушки будет о нашем городе Бля, вы заебали Десять гектаров у нас только в самом начале будет Потом докопим Скорая рекреационная помощь Земледелие ему влёкся Да ну, неужели дачку так Какие-то 15 лямов Так, а ещё дают деньги просто так Если ты поднимаешь заросшие лесом сельхозземли Нет, просто так деньги не дают И за вот эти заросшие лесом сельхозземли как раз надо платить Более того, если ты купил это Но в течение двух лет не использовал То тебе ещё придётся платить штрафы За неправильное использование сельхозземель Так что вот что делать со всеми нашими туристическими Скажем так, постройками Я, честно говоря, не очень представляю Вот, где дают на халяву Анончик, можно, пожалуйста, профец За то, что поднимаешь заросшие лесом сельхозземли У меня бы профец на это Я знаю, что за это деньги сами люди платят Нужны врачи по болезням скота Так Это называется ветеринары Где у нас Где у нас Профессия Жена ветеринар и прочая скотина Так Полтора ляма на коровника Это вот только-только на здании без отделки и без коров Я знаю Потому что корова стоит в районе 120-130 тысяч Так Дистилляция А не дистилля... А, так Так, где это у нас было? Дистиллятор это у нас где? Так Я что-то уже запутался Так Так Вода у нас есть здесь А, насчет пресечения конфликтных ситуаций Мы забыли главное Это самый лучший способ Пресекать конфликтные ситуации Так Где у нас Дистилляция Так, нужно сделать обшинный дом Ну, у нас все так и будет Большой дом Там все будут жить Реквестирую бюро поиска Сейчас хочу найти одно видео Но помню очень частично его Так как видел его лет пять назад Работники должны быть телепатами И мастерами доставать нужные Из жопы мира А, нончик Кадровый голод мы и так испытываем Не до этого В корабль уже встроена Преснительная установка И вообще-то масса в кустах Преимуществ За очень-очень недорого Практически по цене металла А, нончик Даже таких денег У нас пока нету А, тогда и коммунный Исправь И ссылку на Спай Спай Чего? Врачи вообще Люди первой необходимости Медицина должна быть Одним из приоритетов Так, чтобы не было Необразованных Которые не делают Прививки Или не едят Таблетки из принципа Вот я, кстати Не делают Прививки Сказал, что С людьми Контактирую И мне норм Я все правильно делаю? Так Хотеть не вредно Что там про видео Которое не найти Телепат в треде Вопрос Где ты ее купишь? Все земли природные Для земледелия Уже разобрали Ты не поверишь В центральной части Этой страны Недалеко от МСК Так, нужны юристы Которые будут Оформлять Выгнанных Мамками ИПшниками Но у нас Это уже есть Для консультации С ИПшниками Вот У нас есть Юриспруденция Внутренняя И вот Так Стоп Внешне Так Стоп 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 У нас опять Все перепутано Так 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 Где у нас ИПшники Я точно Помню Что мы Где-то Про кредиты Делали Ладно Пускай будет Еще раз Так Я точно помню Этот пункт Где-то уже был Только В нашей Майндмапе Сложно Что-либо Найти Вот Как раз Потому Что у тебя Проблема С этой полем У нас должны быть Штатные Буряты Ученые Трактор Как вариант Бюджетный вариант Мотоблок Это такой специальный Мотор Со всей нужной Обвязкой Чтобы пахать Они очень компактные Я кстати Хочу сделать Трактор На четырех Мотоблоках И Ардуино Так Так Значит Причем Трактор И вообще Все оборудование Должно быть Должно быть Непроприетарным Чтобы не обращаться К фирме Изготовителю Я только За Я немного Не понял Зачем нужен Дом Боли Ну во-первых Дом Боли Нужен для любителей БДСМ Во-вторых Сбагривать Туда Нежелательных Элементов У нас Для въезда В город Будет Ред Карта Как в доме Ее сложнее всего Найти было А регать Тебя Как жители Будет Как А демон Так Нужны Пенсор Страктора Начинай Добавь Клуб Фурриобов Это Социальное Взаимодействие Или Потребность Или Роль Так Среди Анончиков Нет биологов Дальний Восток Обитель Энцефалитных Клещей Есть вариант Разрабатывать Вакцину Или наоборот Собирать Клещей На продажу Анончик Я думаю Клещей Ты можешь Найти Недалеко От МСК В том числе Энцефалитных Тем более Зачем На Дальний Восток Туда Очень дорого Добираться А обратно Тем более Получать Гектера А где Если Какой-нибудь Якутия Это земледелие Пойдет По пизде Недалеко От МСК В радиусе 500 км Так Это твой Завод Где Что У меня Тут Земли Свободные Столько Что Целый Китай Можно Поселить И еще Останется Правда Земля Те еще Ебеня Так Нам нужен Круглый Танк Татикомы В виде Йобы С чего Ты ударился В сельское Хозяйство Ты же Программист Инженер Может в другую Область Удариться Где эта страна Тоже спонсирует Во-первых Я не знаю Какие другие Области Где эта страна Спонсирует Во-вторых Мне тут Один анончик Заразил Такую вещь Как строительство Строительство Стройки Там Глобальные 3D принтеры Строительные И прочее А чтобы строить Нужно Землю А чтобы Брать Землю Ну например Можно взять Сельхоз Угодья А чтобы взять Сельхоз Угодья Нужно Стать Фермером А чтобы Стать Фермером Нужно Запилить Свой Бетарск Ну как-то Так Хотел Программировать 3D строительные Принтеры А вот Дошел До Распределений Социумов Фуррик В нашем Бетарске Так и Живем Был Джат Действительно Закупаем На гектар Ежи Отлавливаем Их десятками Тысяч Отборных Энцефалитных Клещей Отличная Отличная Идея Только Как Это Монетизировать Вообще С монетизацией Немного Грустно Мне Почему Потому что Потому что Придется Использовать Химикаты Придется Использовать Различные Медикаменты Для скота Всякие Гормональные Препараты Стимуляторы Роста И Все это Потому что Чтобы Хоть как-то Выжить Потому что Иначе Есть Очень Большие Риски Например Не закупил Ты гербицидов Инсектицидов И решил Выращивать Эко Продукты В принципе Все нормально Все хорошо Но Есть риск Прилетит Колорадский Жук Всю картошку Пожрет И пиздарики И на тебе Висит кредит Тебе нужно что-то Отдавать Картошка Съедена Гроб Кладбище Можно Закупить Гербицидов Но Это уже Не будет Эко-поселение Тьфу ты Еб твою мать Хотел Светлого Будущего А предлагают Лишь Вот Химический Вот Химический Полигон Или Никак Вот Как-то Поэтому Нужно Разнообразие Не только На каждую Картошку Ставить Да Так Многие Фермеры В своих Интервью И говорят Но Это всего Лишь Один Пример Хорошо Просто Смотри С одной Стороны Ты решил Картошку Делать Окей С другой Сторон Ты решил Курей Выращивать Тоже Делаешь Такое Эко Фермерство И вся Курятина Подхватывает Какую-нибудь Пиздецому Все Дохнет И Гроб Кладбище Потому У соседа Все нормально Потому Что Куря Просто Не успевает Сдохнуть За месяц А именно При интенсивном Выращивании Куря Вырастает За месяц А не за Три месяца Можно Кормить Курю Химией Делая Ей Постоянные Инъекции Тогда Она вырастает За месяц Или За три Месяца За три месяца Она Сама Сдохнуть Успеет Ну Вот Как-то Так Вам Не похуй Продукты Есть Органическая Химия Ну Понимаешь Не похуй Вон Тут Новость Была То Что Из-за Необдуманных Использований Антибиотиков У животных Развились Антибиотикорезистивные Бациллы И теперь Они Переходят К Человеку Здравствуйте Зато За три месяца Она Не резиновая На выходе Вот кстати Именно За три месяца Оно И резиновое Так Читэнжин Для реальности А что по вашему Когда-то искали Все алхимики Сейчас все ученые Базон Хиггса Так Я могу продать вам Гэг Но только в обмен На водяной чип За два чипа Я отдам Чертежи Технологий Холодного Термояда Эх Нам нужны Специалисты Которые Бесплатно Будут Работать На наш Бетарцк Который Мы Зато Мы Предоставляем Доступ В Хакспейс Бесплатно Алхимики Искали Бесконечное Золото Которое Нахуй Не нужно Как ты Себе Бесконечных Ресурсов Сделаешь Золото Если Столько Ресурсов Даже В мире Нет Буду Покупать За Золото Очевидно Переработка Трубов Ну теперь Точно Фрост Панк Алс Реквестирую На Грабляцк У нас Еще 7 Миллиардов Не Доиграно Философский Камень Абстракция Они Искали Эликсир Речной Жизни И Технологии Транспутации Элементов И Что Сука Характерно Нашли Иначе Чтобы у нас Не было Науки Химия Так Реквестирую Фрост Панк Ты понимаешь Что это Юнити Гевно Ты понимаешь Что она На Пекаре Пятилетней Давности Даже Не запустится Даже Потому Что Графон Там Так Себе Так У тебя Там Ютубная Ну Надо Же Как-то Обучать Персонал Реквестирую Аниме Театр Господи Что Я Делаю Так Если Есть Киностудия То Должна Быть Порно Студия А Ты Наконец То Догадался Какой Контент Должен Быть В Киностудии Ладно Специально Для Тупых Слоу Поков Ладно Для Очень Тупых Слоу Поков И Для Совсем Отсталых Ну Я Даже Не Знаю Что Что Для Совсем Совсем Уже Слоу Поков Вот Вот Люди Понимают Так Значит Там Только Ломаные Айфоны Продают В три Дорога Так Ёжики Не так Качественные Ключи Собирают Как Чтобы Чтобы Любой Момент Дропнуть Все И Жить С Условными Двух Сто Процентами Так Врачи Для Сказ Ну Зачем Врачей Из Рашки Приглашать Получается Может Проводить Два Месяца Съебать На Пенсию Да Хуя Чозеро Или Речку Пожарники Будут Очень Рядом Такому Объекту А рядом С водоемом Ясен Хуй Может Быть Только Рекреационная Зона Это У нас Так Считай Свои Законы Может У вас Так Можно Объехать Значение Земель Так Постройки Где у нас Тут Постройки Озеро Для Пожар Ников И Рекреационной Зоны Вот Значит Озеро У нас Тоже Теперь Есть Так Так Ты делаешь Неправильно Тебе Нужны Привикты Чтобы Выработать Сила Иначе Ты Стаешь Разносчиком Заразы Я же Из дома Не Выхожу Все Годные Земли Разобрали Вы Карту Рашки Вообще Видели Да Так Так А что Если Моя Профессия Редкая Больше Таких Как Я Нет Получается Что Буду Рвозь Больше Всех А пенсию Все Рано Получу Хуй Знает Когда И Зачем Для Того Чтобы Быть Самым Охуенным Человеком На Нашем Селе Очевидно Кстати У каждого Петера Должна Быть На Боку Сумочка По Типу Офицерской Планшетки В нем Должно Быть Пять Шприцов Че Так Понятно Так Нужно Продавать Местный Товар Торговать На Бирже Крутить Стартап Снаружи Ну Вот У нас Для Этого Внешняя Политика Ой Мы Кстати Еще Политику Не Начали Обсуждать Значит Вам Так 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 Курятина Пизду Это Не Новый Кстати Для Монетизации Предлагаю Бизнес Выращивать Ежей Их Цыгане Их Никто Не Выращивает Налицо Недовлетворенная Потребность На Рынке Ты Первый Будешь На Столбе Места На Рынке Где У Нас Производ Производство Рынформа Рабочие Места Скрыт Нас Рейтинг Я В этой Мандмапе Уже Сам Путаюсь Курятник У нас Там Уже А Вот Так. Так, ничего не знаю. До моих лет 15 держали курей, никогда даже комбикорм не кормили. Кури были нежные и вкусные. Вы что-то делаете не так. Так, можно в автоклаве хуячить тушняк из ежей. Это у нас пойдет в раздел «Высокотехнологическое оборудование». Где у нас высокотехнологичное оборудование? Автоклав для тушенки. И литья под давлением. Так. Кровать, плетки и халатики. Играть плеткой с котиком на кровати в резиновом халатике, так как пижама в стирке? Ну, как-то так. Так, политику что угодно, только не батьку! Ну, вот такой вот у нас Бетарск получился. В этом Бетарске уже запутаешься. Легко запутаться. В основном мы описали то, кто как хочет жить. Почти не описали, как мы будем работать. Почти никто не описал, что делать, собственно. Вот. Какие этапы развития будут. Есть только начало. И, видимо, будет сразу конец всего этого. Вот. То, что нужно армейской полевую кухню, тракторам, это блок. Кто-то из, видимо, опытных анончиков посоветовал. И все. Вот. И то большую часть посоветовал Шио, который вот в армии был в таком Бетарске, видимо. Давай завтра продолжим. Рейтинги просили, но эфир удался. А что, собственно, продолжать? Особенно о технологиях мы не поговорили. Что делать, неясно. Вот. И самое главное, никто не описал мотивацию. Нахуй вообще этот Бетарск нужен? Это только как убежище для людей, которые ничего не могут. Как эксперименты с социумом. Вот. И фактически такой рабовладельческий строй. Такой неофеодализм. И идея построить коммунизм. Все, что у нас получилось. Вот. Ветка мотивации. Это то, что я хотел развить в первую очередь. А у нас этого нету. И я вот так посмотрел, посмотрел. А действительно, нахуй все это, блять, надо. И еще свою зарплату платить за гектары. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Вот. Ээээ... А еще у меня нету 3D принтера строительного пока что. Как что... Безденежный прочитал как безнадежный. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так. Да ты охуел. Не он один советовал. Одними мотоблоками жив не будешь. Тут все старались. Эээ... Надо найти кого-нибудь фермера. Или кого-нибудь блогера, который делает фермерские обзоры. Я вот их как раз вот смотрю сейчас активно. Как там в фермерских хозяйствах что происходит. Думаете откуда я знаю про роботизированные фермы? Там оказывается уже давно Ардуино внедрили везде куда только можно. Это вам не строительство. Вот. И вот дать ему эту майндмапу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Посмотреть что скажет человек. Наверняка скажет что... Ой ребята! Ой что-то странное вы придумали. Эээ... Эээ... Так. Работу, политику, технологии и занятость. Безденежную. Так. Так. Завтра перед конфой часов в 6 ставь. Нет. Завтра перед конфой я не могу. Завтра я буду играть в замечательную игру Deadline. Потому что чтобы купить все это на свою зарплату. Мне нужна собственно говоря зарплата. А чтобы была зарплата мне нужно сделать кое-какое дерьмо. Ну как же. Работа это курятник, свинарник, ежатник. Еще рудники и добывать полезные ископаемые. Так. Ну мы давайте сделаем мой любимый пункт. Во всех майндмапов. на будущее. Так. Ээээ... Рудники. Свинарник. Ежатник. Ээээ... Если кому-то это показать, он лишь проиграет и скажет Ебануты. Алса, мы все еще можем это реализовать в Майнкрафте. Начинай. Так. Что там было еще? Эээ... 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 Вот, я-то начну, мне только ночью надо, чтобы играть было с кем Я же радио зову играть Ну, мне тоже надо с кем-то играть Я тоже радио зову играть, и не только радио Вы думаете, зачем мне всё это? Это будет замечательная игра, весёлый феодал Со мной в главной роли Вы хотите поиграть в весёлого феодала? Или в весёлого фермера? Вот, это оно и есть Как-то так Вот, собственно, я хочу тех, кто будет со мной играть и проигрывать со всего этого Весёлый узурпатор Ну, кого узурпировать, я не знаю Вот А так, вот Что есть, то есть Так что Спасибо всем За внимание Продолжим, когда я не знаю Когда, наверное, идеи появятся Идеи пока вот В общем, мы ушли совершенно не в ту степь, куда я хотел Но что-то мы сделали На сегодня это всё Спасибо за внимание Радиоанонимус Мы доставляем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!